Теперь на эту ногу сунем в сапог, теперь вторую ногу потянуем То есть всякий туберкулез, всякое что негодное мы оставляем здесь А этот выхлопаем, выхлопаем и все, а там ходим босиком Все понятно, заходим Видите, я последний разуваться к рябине Ой, вообще-то быстрее стекли Закрывайте, скорее, вверх Ох, давай Так, новое место Три поклона, вверх, вверх, вверх Три поклона, вверх, вверх Мир дома, Симуку, Ромка, расскажи Мир дома, Симуку С миром принимаем, проходите Располагайте здесь стул, как удобнее вам будет, чтобы ближе было видно Вы, наверное, поближе садитесь Да, да, можно Библия полная Синодальное издание Полное, значит, 77 книг Нет, надо бы поближе сюда Вам, кому-то Митя, садись сюда рядышком Ну только это, лицом сюда лучше Лицом надо, чтобы ко мне Лицом, чтобы Давай, мы все так сделаем Сейчас лечим То есть, если я вот сюда боком сяду, мне будет не очень, да, хорошо? Ну, я не знаю А то забивает Не важно У нас разговор идет о Божественном Поэтому попросим благословения у Бога В разговоре самое большое препятствие всегда наше Я Самость Люди, которые не относятся к вере во Христа, а к религии, они этого не понимают Религия – это слово благочестие, так перевести А благочестие, оно может быть и без всякой веры Человек рождается кроткий, смиренный, любит родителей и прочее Но когда это снабжено страхом перед Богом, это выглядит по-другому Вот человек отпустил бороду Почему? Ну, я хотел посмотреть, как моей жене нравится борода И дальше начинается разговор у него Он рано или поздно сбреет ее Он наткнулся на женщину И та скажет, а зачем тебе это? Да зачем? И прочее Но если он верит, что это Бог сделал так Бог его таким сотворил У него там три волосинки И для него разницы никакой нет, Бог сказал Его, ну, насильно могут Вот меня в лагерь я когда прибыл Там уже тебя свалили, ободрали Тебя уже никто не спрашивает Но сам я не прикасываюсь никогда Почему это бесчестье И очень сильное Мы видим образ Христа Совершенство Это Христов образ Что тут непонятно то? Откуда взяли галстуки Вот смотришь и выходят Я смотрю, вот у баптистов везде Руководство выходит Все в галстуках Откуда вы взяли галстуки? С какого века? Доказывать не надо Это удавка Удавка дьявола Это масоны сделали Крест сняли А на его место Повесили И тогда А где в Библии сказано? В Библии сказано О совести твоей Ничего не говорит это? Ты кому подражаешь? Ну хорошо Я буду с вами здороваться И скажу О, здорово, Хайль Не буду даже Гитлер говорить Неужели непонятно Куда я клоню? Не надо А там не написано Хайль В Библии Это не написано И Хайль Это очень хорошее слово Да здравствует Разве это плохо, что да здравствует? Но так как это уже связано с определенной личностью Мы на это смотрим уже подозрительно Слишком много завязано на этом взлете У меня есть стихотворение Вот рука как взлет аэроплана Хайль кричат открывшая Хайло Пришло, говорит, и ушло Мы разговаривать будем о священном, божественном И попросим Бога Сейчас помолимся Чтобы наше человеческое я Отошло подальше А оно должно умереть Я вас не знаю Поэтому Говорю На два варианта Или отошло Или его нет Оно умерло Люди говорят Я следую за Христом А Христос говорит Не можете следовать за мной Для этого нужно впереди Две ступеньки пройти Кто хочет следовать за мной Отвергни себя Возьми крест Читали? Если вы с чем-то не согласны Говорите А мы сейчас все это будем заряжать И показывать То есть Мы следуем за тобой А Господь говорит Не можете следовать Прежде надо отвергнуться Своего я Дать место Христу А если ему нет места А куда ты будешь следовать-то? Ты будешь советоваться с плотью и кровью А Павел говорит Я не стал советоваться с плотью и кровью То есть жена, как скажет Мать, отец, дети Бог повелел Я пойду Бог повелел Вопросы сняты Меня могло не быть Я бы не родился Бог мог у меня сегодня ночью жизнь отнять Потому что он владыка И с Богом не надо торговаться Почему? Потому что он дал жизнь нам И жизнь принадлежит ему А кроме того он умер за нас Сын единородный И умер Смертью полной, настоящей А мы начинаем торговать на 70% Богу нужна отдача Всем умом Слово «всем» не требует комментариев Другой порошинки нету Всей крепостью Всей душою Все, что у меня есть Слово «все» Четыре раза повторяется Зачем? К тому, чтобы мы поняли Что за нас Христос отдал все И поэтому Рассуждения наши Если они будут Хвататься за наше «я» Я так научен Я так был Я научен Я родился вот здесь вот В этой местности И я ничего не знал Слово «Библия» даже не слыхал Евангелия не было Но с детства я был верующим Мать сказала Есть Бог, есть ад Есть рай, есть грех Я этого боялся Слово «Евангелие» не слышал И когда я обратился То слова «не советы с плотью и кровью» Я сразу отверг Мать плакала В вере своей изменили Да это Библия А я обратился среди протестантов Там были тогда Объединенные баптисты Пятидесятники И назывались еще Христиане Просто Евангельской веры Евангельской веры Ну это Они объединились С баптистами Вместе А потом приехала Сама-сама обратилась Покаялась Брат стал священником У нас не было священства Это беспоповство Здесь называли «кержаки» Это хержинец Приток Волги Куда бежали От никоновских гонений Ну и так Прилипло это название Вы с чем не согласны То что сейчас будем Сразу Давайте знать Что дальше не идти Не согласны Мы это место должны Утоптать хорошо Вокруг этого слова Будем ходить Или принимаю Или не принимаю Мне очень нравится выражение Кирилла Иерусалимского Он перед пастой Вышел и говорит Не верьте мне Если слова мои Не сходятся с Библией Вот Бог дал мне это понять 54 года назад Библия Святая Библия Это конец Бог сказал Разговоры отошли Мне не надо рассуждать Вот этот пост Который Петров Он не имеет обоснования В священном писании Нет этого Поста в Библии Не было Но я православный А раз я православный В православии он есть И он утвержден Для нашей пользы Чтобы мы Поготовились на благовестие Это для проповеди После этого Рукоположили апостолов Он назывался Петра и Павла Это объяснение Но не евангельские И я не могу Его навязывать Беседы с баптистами Вы исполняете Они скажут А в Библии нет Они правы Он не православный С него исполнил Я православный И я принял все Мне уже рассуждать не надо Я или Или православный Или не православный Вот мусульманин Ну выступает там шейх Знатный очень Их богослов С всей стороны А она Живет там Уже в Париже Мусульманка И уже одевается И подол подняла И он говорит Сестра Купи хиджаб Завтра же Наши мусульманские Магазины здесь открыты И купи хиджаб Хиджаб Это особая форма одежды Которая закрывает лицо Вот как у нас На богослужении Стоят Ты мусульманка Тебя не надо убеждать Ты мусульманка И на этом все И я для себя говорю Мы христиане И мне не надо рассуждать Если объяснение я знаю А убеждений никаких нету Зачем? Я православный Я гражданин России И меня не надо убеждать Что надо исполнять закон на дорогах Ты сам понимаешь Что ты не будешь исполнять Тебе не надо знать Китайские законы Там по другому ездят Если ты гражданин России Ты должен знать закон Российской Федерации И исполнять его А я не согласен Твое место уже не здесь будет Тебя из дома Если не будешь вылазить Тебя что наклюкают А я не буду этим счетчиком пользоваться Я японский поставлю Он более точный Ничего не получится Тебе начислять за каждую розетку Я показываю как Закон страны Я был в Германии Налагает на меня обязанности эти Мы поехали в Швецию Мы старались законы Швеции знать В Норвегии Я заранее весь год изучал законы Всех этих стран Где мне надо было быть Почему? Потому что я ехал уже самостоятельно В Америке меня за руку водили А здесь мы сами отвечаем Какие должны быть у собаки прививки Где должен чип у ней быть Все абсолютно Иначе будет плохо Нас задержала полиция Откозыряет и дальше поехали Почему? Все документы в порядке Нигде мы ничего не нарушили Я говорю к Божественному Я христианин И для меня священная книга Библии Это сказал Бог Так а вы говорите Вот там Там насчет икон и прочее А это выводы Которые мы сделаем Беседуя Ты не знаешь слово икон? Я тебе объясню Потому что у нас перевод На русский язык С греческого Он переводится Экон Экон Где написано И сделай изображение Там написано Сделай экон Другого слова нету Хочешь ты не хочешь Ну открой Погрешески Прочитай Но перевели Дали понять что это изображение Где написано слово крещением В оригинале написано погружение Не мочение ладошкой Не кисточкой крапить А написано погружение Просто нет другого перевода И поэтому А когда делают Не так священники Они ответят за это Сейчас вот Материал выставил Сергей парализованный И говорит Ну почему? Священники знают Это все законы Каноны Почему нарушают? Никто не может ответить Я выставил материал Три дня назад Синдром падшего демона назвал Синдром падшего черта Он пал с неба И соблазняет всех Чтобы там было больше Это же делают люди Нерожденные свыше Которые впали в грех Они хотят Чтоб такой же был Он и все такие же были Если он сам гомо-сексуалист Он обязательно старается Таких же людей Чтобы около себя Остальных задавить И прочее Сам бритый Папа римский Все будут бритые Он не допускает Это и понятно Вот здесь баптисты Один из них Познакомился с нами Уже пожилой такой Лебедев Ну и Раз познакомились Значит мы знакомы Я рассказал Зачем бороду бреешь? Ну как Так принято А где принято? Я ему показал Вот Дина дочь Якова Вышла А насильничал один Емор сын Сихемы И написано Она была обесчищена Ну понятно что такое То есть потеряла девственность Ну у нас как говорится Честная она или нечестная Вот Она была обесчищена Мы записали обесчищена Что изнасилована Теперь Слуги Давида Когда пошли К этому К Наасову Сыну Амнону Ему подсказали Говорит Они пришли шпионы Смотреть А не то что там Соболезнования выражать И он взял им Пол бороды Пол бороды Обрил Одежду обрезал И написано Слуги были очень обесчищены Там обесчищена Здесь очень Согласно Слову Божию Бритье бороды Это хуже изнасилования То есть Опаснее Страшнее С другими последствиями Там они уничтожили Только один город За сестру Здесь была война И показаны Десятки тысяч падших А всего ничего Бог это сказал Дух Святой И она была обесчищена Это автор кто? Ну автор то не Моисей Не Моисей А Дух Святой И то что Бороды Обрили Написано очень обесчищены Это слова автора Кто это сказал? Дух Святой Я должен доказывать что-то или нет? Если у тебя есть страх Божий Ты рожден свыше Ты Вадим Духом Божьим То я тебе ничего не должен говорить Дух Святой тебе уже положил Я тебе показал где написано А как иметь Дух Святой? Они даже не знали А кто не имеет Тот и не Его Римлянам 8 глава 9 стих Кто Духа Христова не имеет Тот не Его Согласны? Или открывать? Если не согласны Вы только говорите Я буду открывать места И будем считать вместе Написано? Ага Написано Ну тогда я буду обращаться здесь Ничего? Дух Христов У человека два момента в жизни Самое главное Это Родиться свыше Кто не родится Не может увидеть Царствие Божие И кто не имеет Духа Святого Быть Вадимом Вот Серафим И молиться надо Молитесь Говорит Простя не на добро И не получаете Яков говорит Потому что не на добро просите Я хочу сказать о церкви сегодня Митя мне немножко сказал О чем нужно побеседовать Первый вопрос Церковь основана Богом И она называется его невеста А в другом месте Называется жена С этим вопросом нету? Нету Церковь основана Христом И он говорит Я создам церковь И в Матфея 16-18 Он говорил Когда на земле был Создам То есть не она ее не было О будущем И врата ада не одолеют ее А кто такие врата ада? Если не знаете Просто скажи Не знаю Знаете Объясняйте Иоанн Таус говорит Это все еретики Все враги Божьи Врата ада Которые ведут в ад Врата ада И по их исполняй Как говорят коммунисты Там другие исты Там будешь сидеть Навсегда Но согласен А где он ее образовал В Сионской горнице В день пятидесятницы Сошел Дух Святой Три тысячи обратилась Покаялась Две тысячи Мы считаем пять тысяч Дух Святой Коснулся сердец И вторая часть ее половинка Как бы дверь открывается Дом Корнилия Деяние десятая глава Первая для евреев Но Павел так разделяет Не надо говорить Что во Христе едино Все Но однако Сегодня время благодати Для язычников Но когда дверь закроется Тогда Израиль Остаток спасется По садник римнам Павел открывает две половинки И если Израиль говорит Отвержение Израиля Такое богатство То что будет Когда он обратится Даже вообразить нельзя Какая благодать будет Послание к римнам Полностью Девятая Одиннадцатая глава Вы согласны? Это бог так установил И поэтому разговоры о том Что церковь пала Церковь разложилась И церкви нет И надо новое строить Не имеет под собой Никакого обоснования Так может говорить только Человек Не верящий Священному Писанию А не верить Вы знаете что такое Не верить? Если бог сказал Не верующий богу Представляет его Лживым Лживым То есть бог сказал Человеку Да врешь ты Прости господи Я просто говорю Лживым врешь Более грубо Ну понятно Бог сказал Не одолеют Господи Ну столько же Отступления Инквизиция Тут войны Крестовые походы Не одолеют Будут люди Которые будут исполнять И те которые Отступили это не церковь Они вне церкви Вне церкви Они выпали Ну блудник Ну он же Ничего уже не имеет Ну он еще Топорщица Он еще там пресвитер Или священник А уже все отняты Уже крест поставлен на нем Он уже за пределами церкви Есть церковь Видимая и невидимая Многие скажут Не твоим ли именем изгоняли То есть они в церкви Все А он скажет Никогда не знал вас Да как же Я епископ был Никогда не знал вас У Бога другая шкала измерения И она Здесь на земле Не явлена Нам только поверхности Мы видим Тускло Гадательно Через стекло Павел говорит А тогда откроется как есть Тогда Когда он придет Так написано? Ага Ну тускло стекло Когда мы смотрим Солнечное затмение Стекло затемним И глаза не резало Вот Ветхий Завет Написано Имел тень будущих благ Закон Апостол Павел говорит Закон То есть Моисей Который дал закон Имел тень Он не сам образ вещей Написано Постание к евреям Сам Образ придет во Христе Вот Когда написано так И ищет поклонника В духе истине То Спрашивается А Ветхозаветные пророки В духе истине поклонялись Мы скажем нет В духе они поклонялись А в истине нет Они не знали истину Истина говорит Какая Я есть им путь истины И жизнь 14.6 Евангелие от Иоанна Он есть истина Они приносили ягнят И думали что Крови ягненка Что то А Господь Через Павла говорит Кровь ягнят Не могла освобождать от грехов Она только напоминала Если мы отвергаем Ветхий Завет Мы Новый Завет не поймем Вот Евангелие от Иоанна 1 глава 29 стих Написано Стоял Иоанн Креститель Увидел Христа Вот явление Христа народу Картина Иванова В Третьяковской Простертая рука Говорит Вот агнец Божий Который берет на себя грех мира Какой агнец? Мы говорим ягненок А при чем тут ягненок Христос О Ветхом Завете Авелева жертва первая Дальше Ной приносит И дальше Бог показывает Какого ягненка На Пасху Однолетнего Или козренка Как его колоть Это Ветхий Завет Но все Ветхозаветные Жертвы До единой Они указывали на Новозаветного Христа Согласны с этим? Что Ветхозаветные Жертвоприношения Они имели Образ только Образ Тень Вот тень Которая идет Но это не тень И вот истина где Тень на нас ближе Но заметьте Все ближе ближе Все точнее Пока вот как расширенная Гляди какая А чем ближе тем И наконец совпало Христос родился И теперь во Христе Мы все это увидели Что там было сказано И козел отпущение И грехи на нем Это все о Христе И были Бобых там Закололи там где-то И валы Все указывало на Христа Все Нет Вот допустим У священника Нить там должна быть голубая Там Красная Когда Ризы какие Для чего это показано Голубая Это означает Небо Помышляйте о горнем И о земном То есть все ветхозаветнее Трактуется только во Христе Комарики залетают Вот И теперь мы должны Посмотреть устройство Богом Спасение на земле Как он постепенно Бог подготавливал народ А почему сразу не открыл Неподготовленный человек Его надо было подготовить Женщин много было Рождали много Но Бог готовил Пять тысяч пятьсот восемь лет Свой сосуд Приснодеву Марию И говорит что Ей кто-то равен Просто не понимать о чем С царской невесте Никого нет равных Сорок четвертый Псалом об этом говорит Она ведется И как И что И какая одежда Испещрена Это о церкви говорится Но образно Относит их Божьей Матери И вот Господь Избирает народ Избираем А две тысячи восемьсот Девяносто шесть наций На земле Ну может быть больше Но обнаружено только пока И только одна нация избранная Бог избрал Авраама А я не согласен Ну не согласен дальше что Ну ты не согласен Да евреи жиды Ограбили Россию Тут чубас за энергию Опять по рублю Накидывает Ну выскажись до конца Выскажись Абрамович Там у него яхты Пяти палубные Ну дальше что Это разве об уме Его говорит Народу не платили Пенсии задержали Погоду везде Ну что умные люди Это делали то А им там в Америке Разделили Сделали эту перестройку И говорит Через Горбачева Дальше пошло Ну что бы ни было Ты не проклинай никогда Семя Авраама Проклинающего Проклят будет Я русский мужик Но я знаю нельзя Это народ Неприкасаемый Мы можем только молиться Чтобы Бог Благословил его А как Чтобы больше нас грабили В Израиль переводили Все наши богатства Не об этом молюсь А о том чтобы Они приняли Мессию В лице Иисуса Христа Не Машиаха Которого ждут Он говорит Пришел к своим И свои не приняли Евангелие Тиана 1.12 Он пришел к евреям Я пришел К погибшим овцам Израиля Они погибшие И Христос их не отверг И Павел говорит Не отверг Бог Я тоже израильтянин Из колена Вениаминова Из парисеев Парисей Так? И эту нацию Из 2896 Мы ее выделяем Согласен ты Не согласен Ты не суди по сегодняшним евреям Не суди по предателю Иуду А суди по Аврааму Суди по Давиду Кабы не пророки У нас в Библии бы не было Кабы не евреи Они имеют великое преимущество Во всех отношениях А на и паще в том Что им верено Слово Божие Написано Вы смотрите внимательно Он кивает головой Вы согласны Кабы не они Не Исаия Не Моисей Мы бы не имели этих книг Да вообразить даже невозможно О чем мы с вами сейчас говорили Кому мы нужны Не был бы апостол Богородица Христос по плоти еврей Кого ты проклинаешь? Евреев? Ну Я говорю А Богородица кто? Как? Кто? Русская Русские говорят Русская Да какая же она русская то? Там же родословное ведется Считай Евангелие от Матфея Из какого колена она идет Но по женской линии нельзя было вести Доходит до Якова и до Иосифа Мы увидим кто они такие Значит Ветхий Завет был прообразом нового Утвердились? К этому не возвращаемся Вот давайте теперь изучать Священное Писание Я не открываюсь только для того Чтобы сократить время Если хоть в одном месте вы сомневаетесь Мы сейчас включим поисковик Мгновенно найдем Евангелие от Иоанна 5.39 Христос говорит Исследуйте Писание Ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о мне Когда Христос говорил он был на земле Не распяты А Евангелие появится после распятия Первое Матфея через пять лет А о чем же он говорил? Ясно что о Ветхом Завете Что исследовать когда его не было Нового Завета? Его не было еще Там десятки лет пройдут Пока написано будет Да еще столетия пока канон утвердят Значит Христос говорил о Писании Писанием называют Священное Писание Ветхого Завета Когда подходили в садуке Он Господь сказал им Заблуждаетесь не зная Писания и силы Божьей Потому что они придумали Вот было семь братьев Брали жену Умирали там Да уже второй испугался бы не взял ее К ней нельзя прикоснуться Она смертоносная Так? И Господь говорит Заблуждаетесь не зная Писания Все заблуждаются Все Там где не знают Писания Поэтому Писание нужно очень хорошо знать Очень и очень хорошо Я благодарен Богу Что Бог мне это открыл Не по моим делам Где нельзя было считать Я в это время учился в мореходном училище Работал на корабле Там все в одном кубрике Никуда А у меня Евангелие было одно Матфея Потом Новый Завет мне подарили И я день и ночь занимался им И для меня это были не буквы Как сейчас считает человек по буквам Для меня как будто с неба голос какой был Я не слышал Но я воображение держал Что это Бог сказал Бог мне сказал Не просто сказал титул послание Мне это сказал Бог Вот я считаю где-то Это все ко мне сказано Я пишу родным, близким Всем, всем Люди Бог говорит с нами Слова Божие Вот представьте Я отдыхаю один Неженатый Субботний день Я в Латвии нахожусь Я беру с собой Библию И иду в лес И ухожу как можно дальше Чтобы никто мне не мешал Наступает ночь Я залез на березу Как шимпанзе Свил гнездо С ветками И обняв березу Там сплю с Библией Утром Поднимается в распадке туман И над туманом Я все это вижу один Ночь Луна Звезды Это незабываемо Я целый день На березе сижу И считаю Библию Никого нигде нет Я и Бог И там помолюсь Поплачу и снова Господи Да как же Так что к человеку Ты сошел Основа Основ 6.23 Послание к римлянам Возмездие за грех смерть И мне приговор Расстрел Тот отделал не так Это смерть Смерть И вдруг за меня Умер Христос Он вышел И заслонил С собой меня И я его принял Я уверовал в 23 года Сознательно По Евангелию И Библия Слово Божие Оно сделало для меня Дыханием Моим И вот отсюда Я научился И просто Запоминать Отрепетать Перед Словом Божиим Так сказал Бог Это мой Бог сказал И поэтому Для меня вопрос Это объяснять Что-то Увести куда-то Никогда не существовал Его не было И это Бог Передает другим Я хочу чтобы Ваше мнение Нигде Не противоречило Священному Писанию Нигде Ветхий Завет Был тенью Будущих благ Тень Только тень И вот апостол Павел В послании Криминум В Коринфе Первое послание Десятая глава Шестой стих Коринфе Я открою Почитаю Прямо несколько раз Вы можете Библию открыть Посмотрите Надо кому нет Библию Можете Если она уже открыть Сейчас посмотрим Вот оно Где Это поисковик Вот Сейчас мы посмотрим Вот Видишь Как разделили Даже Зачем Непонятно Первое послание Коринфе А что ж такое Оно открыло Совсем не такой Как я привык Что то закрыть где то надо Нет Нет Ничего не нажимайте В пустоту Закрыть Вот Вот Бинокль Да Бинокль Нет Это искать по словам Я хочу открыть Просто Чтобы по этим Почему она идет Не так как надо В Малахе И закончилась А где дальше А Матфеев Почему она Вам нужно выбрать Игнотехниш Вот здесь вот А Вот здесь вот Нет Это другое Ладно я нашел Вот оно Я дернул ее Первое Коринфянам Десятая Глава Считай Шестой стих Пожалуйста Можешь здесь Считать Можешь здесь Если не трудно Считай Вот это С первого до шестого Ну с первого Начни читать Не хочу оставить вас Братья в неведении Что отцы наши все были Под облаком И все прошли сквозь море А зачем это нужно Пишет Коринфское Языческое Языческий город И говорит Прошли И то другое Там берут откуда Из Ветхого Завета И он на этом теперь будет строить Базис Нового Завета Нового доказательства И потом И все крестились в Моисее В облаке в море Никто не крестился Но Павел показывает Что верой Что они погрузились в море С двух сторон Вода стояла Дальше И все ели Одну и ту же духовную пищу Все было одинаково Все было у всех одинаково Но И все пили одну и ту же духовное питье Ибо пили из духовного последующего камня Камень же был Христос Никто этого не знал Камень когда ударил Моисея Потекли воды Камень и камень А он говорит это Христос Как это Христос Что из Христа воды потекли Тут не надо кощунцевать Павел сказал мы приняли Но Но не о многих из них благоволил Бог Ибо они поражены были в пустыне Все пили одинаково Все прошли море Перешли на другой берег Все видели как фараон И все эти погибли Но не все вошли в обитованную землю Когда писал Павел Он знал что и Моисея не вошел И он не вошел Несколько слов лишних сказал Неужели из этой скалы Четыре слова И Господь говорит и ты не войдешь Ты не явил славу Мои Ты должен был сказать одно Скала отдай воду Три слова А ты не ответил Ну неужели из этой скалы Так и мы начнем Да неужели православная церковь это Тебе не надо это говорить Бог ее основал Вот церковь православная Начало в первом веке От Христа Все остальные там Но лютеране 1517 Они не могли раньше лютера быть Потому что название показывается Баптисты там в 1639 году Первая община В Роджерсе в Англии До 17 века Ни одного баптиста не было Не было Что в 17 веке Христос заново умирал Заново церковь образовывал Ну ты историю там Маленько можешь знать Песятики Сейчас иеговисты А эти вообще уже Там-то 1914 год Совсем 20 век идет А сколько этих названий? Больше 20 тысяч И у всех Библия И только мы Больше никого нет А основание-то откуда пришло? Они никакого отношения не имеют к церкви А все что показывает Где церковь границ Они полностью отметают Я ни одной проповеди не слышал У баптистов там У 50-ников о рукоположении Нигде А это основа Это основа создания церкви Бог это сделал И избрав 12 А зачем их избирал? Не надо их избирать Куда придете Там найдутся люди Грамотные И будут везде Зачем их? Бог избирает А каким образом? Мы увидим каким образом В Ветхом Завете Через миропомазание И Бог избирает Еврейский народ Весь избранный Мы говорили об этом А теперь Одно колено избирает Их 12 колен было 12 сыновей Якова Так? И дает Бог Одиннадцать часей А где двенадцатая? Левиную колену Бог не дал в земли Они должны копаться В другой земле Сердца людей Вы будете охранять Скинь и приносить жертвы Вам будут платить десятину Левиную колену Вот на карте посмотрите Ему нет земли нигде А левиное колено Это священное? Да это священство А это был образ Священство Левиное колено Указывало на Новозаветное На Новозаветное Откуда известно? Послание апостола Павла К евреям Он говорит с переменой Священства должно быть Перемене закона С переменой И с отменой Все сектанты В том числе баптисты Поняли что отмена Полностью не надо Все мы священники Бога Всевышнего Все священники Все цари Берут откровение 1 глава 5 стих 5 глава 10 стих Да мы все священники Когда приносим Духовную жертву Молимся Прими нашу Господи жертву вечернюю Да будет благоприятно тебе Но среди людей Определенные люди Рукоположны Сейчас рукополагают у всех И у баптистов У всех И называют епископами Я говорю А откуда вы взяли их? Ну как у нас епископ приезжал Ну первый ты откуда? Да зачем нам это? То есть не надо Это все в траве шуршит А не надо Ничего нет В Ветхом Завете Мы считаем Когда вернулись из плена Неемия Они искали Родословное священство Там и не нашли И были исключены Все Не нашли Связи никакой Нету с теми А может была Была не доказана И их исключили Теперь идите Работайте на поле Получайте землю Писание говорит Ах и дальше считаем Что? Не будь так же Идополковником Как некоторые из них О которых написано Народ сел есть и пить И стал играть Шестой стих Это были образы для нас Чтобы мы не были Похотливы на злое Как они были Похотливы То есть если мы верим Что там были Такие несчастные случаи С евреями И очень Очень большие жертвы Терпели Десятками тысяч Кажется Ни за что Совсем Бог убивал И когда там Неверующий говорит Да какой ваш Бог Это чудовище Какое убивает Какой Бог А мы знаем Не чудовище Бог любовь Бог есть любовь И первый мир С такими младенцами Потопил Бог Которым имя любовь Все утонули До одного И звери И птицы Которые не попали в ковщик В Содоме были дети Малые и невиновные Бог сжег дотла Все И города нет И на одно мертвое море ушло Ну так нет А кто это сделал? Бог Имя которому любовь Наша мерка к Божьей не сходится Бог это делает А хан взял из заклятого Но он взял один Он на фронте был Седьмая глава Считаем мы Иисуса Новина А Бог повелевает Уничтожит всех Жену, детей, шатры И проще Мы что будем говорить? Бог не прав Но можем только сказать аминь Гора Гевал и Гора Горизим Стояли перед горой Горизим Весь Израиль А Моисей считал закон И говорил Чти отца и мать И будешь долголетен на земле И все кричали аминь Гора Гевал Злословище отца и мать Смертью умрет Все говорят аминь Опять горе Горизим Горе Горизим Это гора благословения Почему самарянка сказала А говорили на этой горе поклоняться А вы там то А на горе Горизим говорила Там благословение Тут проклятие А если кто? Ну собирался человек щепки Ну хотел разогреть Может сын простыл Бог сказал арестовать его И его тоже убили Повеление Божие Я не воровал Я не изменял Я Бога не хулил Я ни одной заповеди не нарушил Ты нарушил Четвертую заповедь Не нельзя трудиться в день субботний Нельзя И Бог повелел его убили Я мысленно проигрываю ситуацию Как его взяли арестовали Он думает Я собрал же Две охапки дров Ну ладно Утром я выйду домой Дрова то отдадут мне или нет Там он сучки набрал А уже решила не об этом Моисей ждал ответа от Бога И Бог сказал Уничтожьте его Ему бы сказали Тебя убьют сегодня Как бы он ночь провел Он не знал И только утром объявили приговор Ты должен умереть За что? Субботу нарушил Святую субботу нарушил Так это Бог повелел Да какой же это Бог? А вот за это ты еще ответишь За то что на Бога говоришь Нам нужно Себя отвергнуть Что я научен Что я такой Любеобильный Что я люблю детей Отвергни все это от себя Кто любит детей Сына, дочь Больше меня Не достоин меня А Лука говорит о том Что пока не возненавидеть Не достоин меня Возненавидеть должен даже Так это Бог требует Христос Христос И нам рассуждать Рассуждать Только в этом плане Должно быть Конечно я люблю Сына Люблю мать Но Бог повелел И я пошел А может я похороню Оставь мертвецам Хоронить мертвецов Ты следуй за мной Для вас нет Теперь Да А что будет Мы дамы оставили все Во стократ больше будет Домов Так Он верит в это Вы верите в это Теперь смотрите Считаем мы Шестой стих Повторяю А это были образы для нас Впереди А девятая глава И всюду идут перечисления Какие были Несчастные случаи с евреями А это были образы для нас Их надо изучать Надо хорошо знать Это были образы для нас Для кого для нас Считаем одиннадцатый стих Считай слух Все это происходило с ними Как образы А описано на вставлении нам Достигшим последних веков А впереди тут говорится Как блудодействовали Стали искушать Христа Вот все это перечисляется То есть Отрицательные моменты Надо знать Изучать Вот их Павел перечисляет Здесь все А это написано нам Достигших последних веков Не на первом веке А для нас сегодняшних Нас интересует сегодня Только один вопрос Священство В Ветхом Завете Было священство А как его ставили Подробно описано Сделать помазание Сколько травы Сколько порошка Какого сделать А дальше Говорится Если кто сделает подобное Да будет предан смерти Патриот Герой Трижды герой Разницы Никакой нет Закон для всех Одинаковый был И поэтому Священник Не мог быть Не из колена линейно А там он должен Быть рукоположен То есть Помазан В Ветхом Завете Помазан А если приступит другой Да будет предан смерти Мы согласны с этим? А можно мне Бумажку Чтобы записать? Показать это нужно? А это хочет Бумажку Чтобы записать? А там мы все запишем Это Ну я говорю Это все Все у нас записано Материалы Я дам Если согласны Согласны то не со мной Со мной не надо соглашаться Ты скажи ты так Сказал Дух Святой Я смиренно говорю Да будет так Ничего 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 То есть Рукоположен Значит помазан Ему может понравиться Что то Не принесли игрушек Задает вопрос Игорь Иванович А? Вопрос задает Рукоположен Значит помазан елеем Да? Рукоположен Значит помазан елеем Сейчас мы посмотрим Он помазан Даже не написано По вере По происхождению О вере там не сказано И поэтому я не могу добавить Как он верил Не верил ли он У него выхода не было Мы подойдем В Ветхом Завете Написано Было помазание В Новом Завете Написано С переменой священства А теперь мы начнем Дальше смотреть Христос избирает двенадцать Сейчас Ну я не знаю Как У кого только нет Женщины стали священницы Священников ставят Вопрос Почему из двенадцати апостолов Ни одной женщины не было? А хотя нет пола Мужеско-женского Женско-мужеско-пола Нет в вопросе Прихода к причастию К спасению А в вопросе руководства Есть В православной церкви В католической Никогда За две тысячи лет Не было священника Женщины Никогда Только деканисы Ну Фиви Деканисы Кентхрейской Церкви Кентхрейской Передавали Вот этот вопрос Нужно Себе просто твердо поставить Бог сказал Господи У меня завалы доказательств Я их убрал Нету Новым взором апостолов Посмотри на это Меня нету Я отвергся Я начал с этого говорить И вот в новом завете Теперь мы находим Вот смотри Допустим Деяния апостолов Ну это Деяния апостолов Вот мы находим 14 главу Так считай 23 стих Рукоположи же им Пресвитеров Кажет церкви Они помолились с постом И предали их Господу В которого веровали Вот А зачем Пришли А там уже избрали Кого то там Баптисты появились пораньше Но мы сами избрали Нет Апостолы Без апостольских рук Дух Святой не сходил Да как это так Но Бог так установил Бог так установил А где это известно Восьмая глава Деяния апостолов Написано Когда у самарян Там обратились люди Апостолы Никого не спрашивали Они сразу командировали Иоанна и Петра к ним А зачем Да-ка там апостолов Не было Мы все в Иерусалиме Ну и что Да-ка Дух Святой как сойдет Сегодня так попробую Скажу Да какая разница Главное Богу сердце Сердце Бог смотрит в сердце Апостолы не знали про сердце Соломон не знал что это глубокие воды И там не вычерпать Сердце Сердце человеческое Крайне испорчено Написано И поэтому от нас требуется Полное послушание И они пришли туда И возложили руки И Дух Святой сошел Они даже и спрашивать не стали Вот самое удивительное Обычно Обычно кто-то доказывает Павел говорит о домашних Хлоиных Известно Здесь ничего ему не известно было Известно только то что апостолы Были в Иерусалиме А люди Обратились через Филипп А почему А Филипп был дьякон А через дьякон он Вот это глава Роковая для всего сектанства Они не могут даже войти в это Ну давай ты Сегодня так понимаешь Ну тогда было так Нет Объясни зачем Пошли туда апостолы Когда люди уже обратились Приняли Христа в свое сердце Уже молятся Уже поют песнопение Духовный сборник у них есть Все Про Ханова поют А они понимают Духа Святого нет А приняли ли вы Духа Святого А мы даже не слыхали Было такое Вот и все И пока этого нет Рукоположили К каждой церкви Вот мы считаем Рукоположили апостолы Не сектанты Которые придут потом А апостолы Избранные Христом А апостолы Рукоположили епископов А епископы Эти других И так доходят на наши дни Мы православные Можем показать Вот допустим У меня брата Рукополагал Кроха его Фамилия Он в Белоруссии был Максим Вот А его там Рукополагали Кто у него на руках Это Ставленная грамота Кто его Рукополагал До единого Ни одного священника Ну чтобы вот Откуда-то пришел Этого не было Он Рукоположен Законным путем Почему Там могли помазать Только ливийное колено И только Определенный состав Теперь Дух Святой Исходит через руки А кто установил Бог Сейчас закончим Одну мысль Рукоположили И сейчас Титу 1.5 Просчитаем Тут мест много Но мы хотя бы Несколько затронем Сейчас Послание апостола Павла Титу 1 глава 5 стих Считай Для того я оставил тебя в Крите Чтобы ты Довершил Недоконченное 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 И поставил по всем городам Пресвитеров Как я тебе призывал Слышали? Он не сказал У вас община образована Но если во всех городах Речь идет об общинах Пустой город Приди ни одного христианина На кого рукополагать То есть Там люди обратились Но Рукоположенных не было И Павел говорит Недоконченное Это недоконченное То есть церкви еще нету Недоконченное Чтобы ты рукоположил Как я тебе приказывал Хорошо прочитали? Так Как я тебе приказывал В приказном порядке Сейчас бы Павел пришел В любой город А тут баптистская община Нормальные люди молятся Верят во Христа Поют Христу Хорошее песнопение Да нам новое имя Нас зовут христиане Ну поете же Это чудесно А кто рукополагал? Ну пресвитеры Старший пресвитер А раньше надо старший пресвитер А сейчас епископ То есть мы их долбили Долбили Они уже начали называть Но этого ничего нету Первый то никем Первый самозванец Джон Смит Залез в воду И сам на себя руки положил Такого никогда не было Рукополагать должен тот Кто имеет эту власть А если власти то нет Что ты можешь сделать? Ну допустим У нас есть губернатор В Алтайском крае И у вас есть А поставить начальника милиции В генерал Он не может У него власти нет на это Это ставится там Министерство внутренних дел Там Нургалиев Там кто еще есть А его Нургалиева Его никто не может поставить Кроме президента Не может никто А президенты избирают Такой порядок Да голоса еще подсчитывает Ну бывает иногда Власть там Перехватит Как Ульянов А я бы пришел сейчас И к Путину Сказал бы А я хочу Вот в этом полете Готовится Космического корабля Союза Я тоже хочу полететь Он скажет У меня власти на это нет Да ты же президент Нет Это мне не подчиняется Во-первых Это совместное Работают Тето и тето С американцами И поэтому Туда готовят долго И стоит дорого Я не имею власть Он может мне дать Квартиру в Москве Может Но поставить меня Министром Сейчас так Без согласования Союз Федерации Так он называет Он не может Он Я веду войска Валентина Матриенко Выступила Даем власть ему Вести войска в Украину Прошло пять дней Кажется снова заседает И мы отнимаем От президента эту власть А Путин так и сидит Я мог Не мог Не мог Больше ты не можешь Войска ты туда не ведешь Они это конечно разыграли Заранее уже договоренность Не то что он Такой глупец Он сказал бы Они не собрались Я просто Образ говорю Как Это недоконченное дело Слышите Недоконченное Ей рука положить Я послал тебя А кто Тит? Тит епископ Епископ И он его послал И в биографии в житиях написано Когда он жил Когда умер Как его казнили Тита Это ученик его Ну а там вы сказали А мы уже избрали Нет Это не Это игра детская Должен прийти епископ Я послал тебя Чтобы ты рукоположил К каждой церкви И они избирали А вот они теперь избирают А кто прислитером будет? А вот у нас брат хороший Вот такой он Истинно верующий У него семья верующая Дети все верующие Мать верующая Ну за него Ну хорошо Помолимся И рукоположим Это я вам вступление только сделал В нашей беседе Давай Ну тихоешь Можно мама возьмет Назара и пойдет А Лене же это больше всего надо И она вас послалит Сейчас мы помолимся вместе Давайте А то мы к началу беседы провели Маленькое вступление Мы как переполненный мех с вином Говорит И оно будет благоухать для всех Господи слава тебе Ты дивно велик Ты дал человеку возможность Приступать к тебе Хвала тебе Слава тебе За Голгофский крест За твои страдания Научи нас Вникать и доверяться Святой Библии Духу Святому Который изрек эти глаголы Научи нас Уразумевать Что такое церковь И чтобы не оказаться В ней и ее пределов Тебе слава За все Отец Сын и Святой Дух Аминь Сделайте как хотите Возьми Назара Иди Пойдем А то можно было положить в платье Не он не будет Не будет Посмотрите Пускай с детишками идет Играет А мы спокойно посидим А вот она как Энергии много Девать надо Куда Ну Назаре Надо с нашим Назарем Познакомиться здесь Тот поменьше еще В коляске А у него старший брат Который родился В Орлах У нас называют эти По Святцам Календарь У меня старший брат Самуил Давай я обуваться пока буду У тебя Игнатий А у тебя еще Аким Сейчас так и назву Хорошо Володя Саша Ваня Да-да откройте Ириша Игорь Так Идите нельзя сюда Так Так А вот это А вот это Не знаю где Сейчас подожди Это не общество будет Там сходишь Вон в столет Может он в столет Хочешь? Не хочешь? Ну пойдешь с ребятишками Значит играть Не один Так Все Слава тебе Ну вы многое услышали Да Отдавайте Садитесь Ну чтобы время Дра не тратить потом Угу Я вам считаю Киевреем 7.12 Потому что с переменой Священства Необходимо быть перемене Закона Я спрашиваю Перемена и отмена Это разные слова Сильно Сильно Ну давайте Образом скажем Ваша машина определенной марки И вам сейчас ее предлагают Переменить на BMW Бесплатно А отмена То есть отмять Движение на машинах Закончилось И домой пойдете пешком Так вот сектанты Перемену священства Отвергли А они отменили его Совсем А за закон Новый хватается Должно быть перемене Закон Это связано Закон и священство Вот в связке Только два Если признаете Новый Завет Вы должны также сразу Принять перемену Священство Ветхозаветное Перемена На Новозаветнее Там избрана Коньяна Левина Сегодня по чину Мельхиседека Там помазывали Здесь рукоположение Теперь вопросы Ну вы сказали Что в Ветхом Завете Священство Передавалось по колену Что священство Передавалось по колену Левитов Правильно? Ну еще Вывод то какой? А вот допустим Иисуса Христа Его кто крестил? Ну И что Иисуса Христа? Иисуса Христа Крестил Иоанн Креститель Правильно? Что я не поймал Иоанн Креститель Крестил Иисуса Христа Ну и что? А он был рукоположенный? Но церкви то не было Церковь Христом Будет образована В день Пятидесятницы Вы Понятия эти Временные Не смещайте Я понимаю Он крестил Крестил Не рукополагал Там о рукоположении Речи не было Но он же в Ветхом Завете Жил Ну Только вы говорите Что в Ветхом Завете От Левита к Левиту Передавалось Совещенство Нет они не передавали Он Христу ничего не передавал Он крестил только Он крестил весь народ И кто бы ни шел Ему было сказано Что он больше его И не достойно развязать Ремень у Бога Он это сказал Он Христу ничего не передавал Христос из Иудина колена Он ему ничего не мог передать А как он мог крестить то тогда Если он не был из Искалета Левитов Ему повеление Божие было Он для этого и пришел Глаз попивающего в пустыне Ну так а может Мартину Лютеру тоже Повеление Бога было? Нету Повеления не было Никакого Мартина Лютера Обман Он монах А он оставил монашество А монашество принимается При страшных клятвах Обетах И женился на монашке Шесть детей прижил Он изменник Он изменник Богохульник А зачем же Бог Зачем же это все тогда сделано? Зачем что? Зачем же тогда Так все Бог сделал? Мартин Лютера Отсоединил От католических А какое отношение Бог и Мартин Лютер? Какая связь между ними? Откуда известно Что Бог что-то делал Через него? Откуда вы взяли это? Ну а к чему? Он же людям Библию дал Библию перевел Благодарение Дальше что? Ну а как если он был Богохульник Как через него могло Что? Доброе делаться Говорится же в Библии Что не может Да какое отношение это имеет? Мы пользуемся Синодальным переводом А переводит Профессор Павский Герасим Петрович Хвольсон Самые сильные переводчики Они не священники Никто Мерзкие люди Профессора своего дела Преподаватели еврейского языка Какое это отношение имеет К переводу И священству Это никак не связано Я не про это говорю Я говорю про то Что Мартин Лютер Он же доброе дело Сделал для людей Они же все верили Что можно Спасение купить за деньги Правильно? Правильно он сделал Дальше Он не может священство дать Он сам монах Он не священник Так вот я тогда и спрашиваю Что вот мы же говорили Про Иоанна Крестителя Так Да? Что Иоанн Креститель же он Ему было повеление от Бога Ну Правильно? Крестить людей Так Хотя он не был рукоположен Рукоположения не было Вообще не было На земле его Слово рукоположение Но мы же говорим про образ Да? Нет Он Он относится к священству Ливии Ему повелено было Он сын Захарии Захарии И родится сын у него Иоанн А что дальше будет Он не знал Каким образом Сердца людей повернуть Он не ходил из дома в дом Но очищение водой У Израиля было известно Поэтому был дан этот Как сказать Плакат или образ Или передали по радио Чтобы люди приходили В очищение грехов В будущее Когда он придет Прощения грехов у Иоанна не было Не было Оно только Показывало Где это крещение Вот агнец Божий Который берет на себя грех мира А Христос еще не умер Я понимаю это все Игнатий Тихонович Ну просто вы говорите Что в Ветхом Завете Ветхий Завет Это прообраз Нового Завета Да Если в Ветхом Завете Могли крестить Ну как Тоже Они же какая-то Преемственность была Нет Тут никакой преемственности нету Совершенно Бог повелел крестить Крещение не было в Ветхом Завете Его не было Ну священность Это на грани Ветхого Нового Завета Господь показал одно единство И оно в крещении оно закончилось Оно дальше никуда не шло Оно не имело ни рукоположения Ничего Этого никто не делал А во что его крестились Иоанново крещение Все Оно закончилось Для Иоанново крещения Образно сказать Допустим было дано три года А дальше головой его отрубили Все прекратилось Больше ничего нету Это не относилось Ни к Ветхому Ни к Новому Завету Это грань Грань двух заветов Это единственный человек на земле Который получил Повеление крестить С указанием на Агнца Вот Агнец Божий Больше никто этого не делал Это не относится Как в образе Ни туда и ни сюда Нигде Это пограничный столб Иоанн креститель Это грань Перехода Ветхого Завета в Новый Ну это даже понимать все-таки Что он первый его видит Он крестит креста Представляет его народу Я видела Духа Святого Сходящего Этого никто не видел и не знал Ему одному дано И Писание зафиксировало И мы поверили Доказательств никаких нету и не будет Я верю или не верю Христу то верить как можно было Со слов Иоанна только А в Ветхом Завете было крещение? Не было Никто этого не знал А что было? Ну они Ангел сходил иногда Возмущал воду в купальне И кто опускался выздоравливал Но это не было крещением Это Павел назвал крещением Апостол Павел А этого слова даже и нету крещения В Ветхом Завете оно отсутствует Его просто не было Но Ветхозаветное обрезание Прообразовало крещение Обрезание В Ветхом Завете Вот мы читаем там 12 главу Бытие Там где говорится Кто Надо посмотреть еще Там 17 о Пасхе говорится Пасху кто не так будет делать Да будет предан смерти Понимаете какие страшные законы были Что если С квасным будет Есть ягненка Все правильно Годовалый ягненок Но квасной хлеб Да будет предан смерти Вы видели фильм И как его обращаются Другие люди Это просто Увидеть Это вот эта грань Вот эта самая И она ни с чем нигде не сравнивается Ему было дано повеление Он вышел И миссия его исполнена Он явил Христа народу И теперь он уже здесь Свою роль не может выполнять Дальше переходит А люди все и к Яну Крестителю Обращаются И поэтому он как бы С собой заслоняет Христа И поэтому Господь допускает Чтобы ему отрубили голову Он сошел со сцены Все То есть рукоположение Появляется только в Новом Завете Только в Новом Завете Ветхий Завет вообще Этого слова не знает Ни крещения Ни рукоположения Это Вот в Ветхом Завете Было Надо его обрезать А что такое Он делался членом общества Израильского Членом Входил в общество Они обрезаны Но не обрезаны Должен был умереть А Ветхозаветное Обрезание Указывало Новозаветное крещение Через крещение Мы делаемся Причастниками к христианству Без крещения Нет спасения А кто имел право обрезать? А? Кто обрезание имел право делать? Обрезание В Ветхом Завете При случае могла Даже женщина сделать Даже женщина С тех пор Обрезала сыновей своих И сказала Ты жених крови Помнишь? Когда было Вот так Обрезание Делали львий на колено Они приходили Специально Но по нужде Вот такая нужда была Где-то они в другой стране были Так и крещение Крещение только священник делает Но если большая нужда Мы находимся в тюрьме А я христианин Я могу Мирянин Я могу тебя крестить Церковь полностью Копирует Ветхозаветнее Ну а почему тогда Протестантство считается Что они вот Веруют И они крестят Но тут мы Как бы Убираем Рукоположение Что рукоположения Здесь нет И это неверно А крещение действительно А то А почему то крещение действительно А вот потому что Это христианин Получай Я повторяю Который имеет помазание Когда человек Пронимает крещение В это время Его помазывает Елеем Благодать Печать Духа Святого Сектанты Если он из сектантской семьи Они перешедшие из православия Он этого не имеет У него нет никаких прав Он и не церкви А крестить можно так крещалось церковно Сектанты вне церкви В церковь ход только через крещение Которое Господь дает Троекратное полное погружение У них все нарушения По пунктам допустим Вот мы беседуем с сектантами Я говорю Вам крещение зачем было Вы же уверовали Ну да Ну скажите Вот вы когда встали В собрании Братья и сестры Я уверовал Христос мой Спаситель Он умер за меня Ну все давайте помолимся Помолились Все поздравляют его Брат и сестра А теперь начинает назначать крещение Мы его спросим Этого человека Скажите Как вас научили Вам грехи прощенные в покаянии? Конечно Это все отвечают Все одинаковые Прощенные Ну быть согласны Что раз покаялся Господи Прости мои грехи Я верю Ты за меня умер Ты любишь меня Ты прольнул за меня Пречистую кровь На Голгофском кресте Он покаялся Пришел в пятницу Его в пятницу Все поздравляют Ну не важно Я просто Точечными ударами Бью здесь Я говорю Прощенные Я не встретил Ни одного баптиста Который сказал бы Что они прощенные Я говорю Крещение зачем? Ну обещанию Богу доброй совести и прочее То есть у них У баптистов Ну и у других Там я не имею ввиду Одних баптистов Всех сектантов У них одинаковое неведение Я говорю В крещении грехи прощаются Да вы что? Да вы что говорите? В покаянии Я говорю Нет В крещении В покаянии Осознание грехов А прощения то нету Вам тоже удивительно это? Нет Почему? Так сейчас читаю Я согласна с вами Я сейчас скажу Я разговариваю С пресвятерами Я говорю Вот вы крестите человека Ему прощенные грехи? Конечно Он покаялся Ну Покаялся А зачем тогда крестите его? Обещанию доброй совести Выходит для вас Ну образно так сказать Покаяние Это получение диплома А это Это значок Который получает Ну ромбик Высшее образование Оно никакого значения Для вас не имеет Ну скажите Вы его братом уже называете Как покаялся? Конечно А он член вашей общины И некоторые отвечают Член то нет Так Что мне польза от вашего членства Если грехи прощенные теперь? Я могу и без всякого членства быть теперь Крещение то мне зачем нужно то? А по православному то? То есть я имею ввиду по Библии то? В крещении грехи омываются Грехи Вы крещены неправильно И сектантские все крещения Церковь называется сквернением Загрязнением Откуда известно? Вот смотрите Я открываю Деяния апостолов Только вслух придется считать Внимательно Вторая глава 38 стих Читай Ну Павел говорил много им 37 или 37? А потом услышавший 38 38 Петр же сказал им Опокайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа Так да Покайтесь Первое Покайтесь Впереди они спросили Что нам делать мужи-братья Когда он их разгромил здесь Всю главу считает там Покайтесь Не говорится Покайтесь для прощения грехов Почему он не сказал? Он бы сказал Покайтесь для прощения грехов Креститесь и допечания Богу доброй совести Не так Баптистское учение совершенно не христианское Христианское вот оно где считай Покайтесь Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов Креститься для чего? Для прощения грехов Ну как это не видеть? Только когда Черным по белым написано Для прощения грехов Нет Я согласна с вами А? Я согласна с вами Ну так не со мной соглашайтесь Это Дух Святой через пять раз Я согласна с Гиблией И дальше третий этап И получите дар Святого Духа Вот тогда только получите Тогда Когда сам человек не в церкви какого он может крестить Теперь мы считаем Деяние апостолов 22 глава 16 стих Считайте Вот Савл обратился Он покаялся Три дня не пьет не ест К нему заходит 22 глава Так 14 Вот он зашел к нему Да 16 Потому что Светель Итак Что ты медлишь? Встань крестись Он уже братом Он уже брат Он уже пришел к нему Анания Это епископ Дамаска Он знает что он раскаялся Ему Бог явление дал Что это мой сосуд избранный Уже изорванный Все А теперь он ему говорит Что ты медлишь? Три дня ты можешь умереть Ты в ад пойдешь Так я покаялся В ад пойдешь Ты не крещеный Откуда известно? Считай Встань крестись и омой грехи мои Омой грехи твои Я когда считаю сектантом они А ну тебя как Петя написано считают Да как же так А как же нам братья говорят А у тебя как Библию листают А можно я спрошу? Сейчас Стих закончим Встань Крестись Грехи твои омой И призвав имя Господа Иисуса Значит омой грехи твои А не на нем А если бы прошло не три дня Двадцать три года Разницы никакой нет Омой грехи А там крест это для прощения грехов Мы в самом Кардинальном расходимся с сектантами У нас по Писанию У них от выдумки сектантской Они только обохвалятся Библией Они не знают ее содержания Я вам покажу На каждом шагу Это такое у них Потом смертельное заблуждение Они богохульствуют И даже не понимают Называя себя таким-то, таким-то А ты святотатствуешь Я говорю Что такое святотатство? Не знают Воровать святость Вы это знаете? Вы иконы называете? Я говорю Идолами Так они идолы и есть Вы уверены? И дальше я показываю Уже через пять минут Ничего не останется Вы богохульники Богохульники Бог повелел иконы делать У вас ни одной иконы нет Бог повелел иконы делать И нет храма без иконы У нас по образу небесного У вас по какому? По образу могильного склепа А где это написано? Так, теперь вопрос Где это написано про иконы? Вот про изображение Вопрос будет отвечен Так, ваш вопрос какой? Никакого Никакого Так, относительно того, что В крещении грехи прощаются Вам не надо доказывать? Ну у меня тогда другой вопрос Ну нет, сначала этот закончим Ну да, у меня касаемо Писание говорит, что в крещении Покайтесь Запитайте до креста Каждый из вас Своим Иисусом Христа Для прощения грехов И получите дар Святого Духа В крещении Прощение грехов Повторите В крещении Прощение грехов Теперь смотрите Игра Игра словами какая Вот мы считаем Первое послание Петра Третья глава Легко доказывать Когда человек верит Священному Писанию Считаем двадцатого стиха Двадцать первого Считай вслух Так и нас ныне Подобно сему образу Крещение Неплотское Запитая Неплотское Нечистотое омытие Поясняю, что такое крещение Это не то, что я в баню сходил Но Обещание Богу доброй совести Совести запитая Что делает? Спасает Слово спасает К чему относится? Не к обещанию Как к крещению Крещение Спасает А не обещание Ну смотрите Внимательно А я Тогда я вам другой отрывок Приведу Иоанна 5.24 Там написано Каждый, кто уверует в меня И пойдет за мной Каждый будет Тот перешел Ну я не знаю слово Так хорошо, как вы Тот перешел От смерти В жизнь вечную Так, но это не исключает Крещение, ничего Но это же говорит про веру Про веру Каждый, кто уверует Так А уверует, значит Примет в сердце В один стих берете веру А где там не написано ничего Остальное это нельзя Надо в совокупности брать Блаженны нищие духом Ибо их есть Царство Небесное Никакого Христа нет Никакой веры нету И уже Царство Небесное Давайте один стих я беру И достаточно для меня Блаженны нищие духом Блаженны нищие духом Ибо их есть Царство Небесное Мне больше ничего не надо Лев Толстой это взял Мне не надо никаких крещений Не надо попов этих Зачем-то мне все это Главное для меня это Нищета духом Блаженны нищие духом Ибо их есть Царство Небесное Все, отстаньте от меня Никакой веры ни о Христе Ни о ком не говорится Никакой голгопы не надо Блаженны нищие духом Ну так нельзя рассуждать Все в совокупности надо брать Когда ты уверовал Ты должен был нищие духом Тогда Блаженны кроткие Блаженны смиренные Блаженны аж Жаждущие правды Это все вкрапляется В сознание верующего Когда уверовал На первом месте Сознание грешника Покайтесь 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 Поймите, что вы приговорены К смерти А Бог прощает Вы Бога знаете Если вы Бога знаете Вы должны всегда повторять Бог никогда Никому ничего не прощает Заучите эту фразу Бог никогда Никому И ничего Простить Не то что не прощает Он не может простить Потому что это Вопреки воле Божией Вопреки его естества Почему Потому что Возмездие за грех смерть Бог не может простить А Бог всемогущий Нет Это всемогущий Не в этом смысле Бог не может Написано Отречься с самого себя Он не может солгать Он многое не может Бог Но вы понимаете И куда идет это все И даже сказать Да Бог может Все Кроме лжи Неправды Отречения от самого себя Он на твой нем А то может ли Бог сделать Такой камень Который сам не сдвинет Хоть как отвечает И виноват будешь А вот здесь мы теперь и видим Ответ приходит сам Прямо из священного писания Братья в совокупности Подобно всему образу Крещение спасает Крещение спасает А вот внутри Которые слова Это пояснение Что крещение не омытие А у вопистов Они слово спасает Полностью выбрасывает Никогда не считает его И считает Обещание Богу доброй совести Все Там запятая не точка стоит Повторяю я 53 года с сектантами Как миссионер работаю Ни одного еще не встретил Который показал бы на этот стих И сказал крещение спасает Они не понимают Почему Отступление от церкви затмило горизонт Они ничего не видят Посты не надо Ни креста Ни поста Ничего не надо Я верую Этого достаточно Если ты веруешь А как адвентин седьмого дня верует Он тебя ни во что ставит Он тебя беззаконником считает Но ты считаешь себя хорошим Ты баптист Ты спаса Перед харизматами Ты никто Ты козявка Потому что ты не беснуешься Ты не падаешь Тебя не колотит Почему все по разному Если у всех одна Библия Оказывается Библии то недостаточно Недостаточно А почему недостаточно А когда он его отдал в гостиницу И сказал Вот два динария Почему дальше не считаете А если что Сверх того и стратишь Я вернусь и отдам А эти слова выбрасывай А сверх того что Это толкование Подпрудишься в толковании Я тебе это додам Вернусь и отдам Поэтому Ян Златоуст Василий Великий Говорю богослов Игнати Богослов Брянчанинов У нас на каждый век Свои святые Я говорю баптистов Назовите во втором веке Одного баптиста Одного Как вот вы верите Баптизма же не было во втором веке Во втором Что нету Баптистов то не было во втором веке Не было Не было в третьем Не ну как По порядку В третьем В четвертом До шестнадцатого не было Раз не было и церкви не было Выходит А я с вами во все дни До скончания века С кем же он был тогда Во все дни Ни одного дня Не было где бы Христос не был С кем же он был Да я понимаете Игнатий Тихонович Я же не говорю что Православие это Неправильная вера Я не говорю А вы скажите это Я не могу такое сказать Нет В уме себе скажите А потом сами себе Подставьте под это Если его там не было Тогда его нигде не было А он во все дни Тогда не надо никого Если он во все дни был И мы знаем Житие святых В каждом веке У нас называют Как они жили Как подвязались Как Сергий Радонский Сарфим Саровский Мы спросим А баптисток никого не было Где тогда была церковь Она церковь и шла Так она и сейчас идет Но зачем тогда другое было Образовать И вопреки тому Поносить все Зачем тогда это Образование нужно Так он же показал людям Мартин Лютер Что они делают Что он делал Он показал Что за деньги нельзя Купить спасение Он ничего не показал Только перевел Он перевел Библию на немецкий язык Он ничего не мог показать Это все известно Вот что это всё остальное Отпадает индульгенции. Не, ну понятно, через чтение. Но теперь он мог это в церкви показать. Теперь образуется. Зачем ему нужно было новое соединение-то? Зачем он дальше пошел? Он монах. Он перед Богом давал обещание монашества. Это был ученый-монах. Зачем он теперь берет монашку и женится? Он предатель, изменник Богу. И Бог-то будет судить по делам его. А какие его дела-то? Он Библию перевел. Перевел? Это одно. Не, но он хорошее дело сделал. То, что он перевел, он хорошее дело сделал? Я уже ответил трижды. Хорошее и очень хорошее. А как может быть тогда у меня другой вопрос? Вот в Писании есть такой отрывок, что из одного источника не могут две. Плохая вода и хорошая течь. Да это не его вода. Это знание слова. Это о делах речь идет. Вопреки Писании или нет. Он ничего не говорил, кроме того, что эти слова, которые были на еврейском, латынском языке, люди не знали. А он грамотный ученый монах был. Ученый. И он перевел это. Он ничего не сделал. Из него никакого источника не было. Да нет. Но он же доброе дело сделал. Я не могу ничего вам показать. Понимаете, он ничего к этому не добавил, что есть. Нет. Я не говорю, что он добавил что-то свое, что он сверх что-то сделал. Он распечатал этот источник. Он был запечатан под броней. И он снял эти покровы непонятные на родной язык. Только и всего. Но это доброе дело. Я говорю, доброе дело. Но никакого источника он не дал. Он ничего не мог дать. Он кроме того, что имел знания и перевел слова на понятный немецкий язык. Никакого источника-то там не было. Просто размолотил сверху бетонную плиту и скинул. Какой источник-то? Источник был закрытый. Он открыл его. В нем не было источника никакого. Славянский язык в церкви это безапетонировано, непонятно. Его надо разбить и скинуть. Тут таланта никакого не надо совершенно, кроме знания, как это сделать. Взорвать ли или ломом, или кувалдой, чем разбить. Он это и сделал. Он знает еврейский язык и он засел и переводит. И стало понятно. Источник этот был, он остался. Он не добавил в Библии ничего. Но я имела в виду источник не тот, который вы сейчас говорите, а доброе дело, которое он сделал. Ну доброе дело, ну и что? Доброе дело и худое дело. Вы, я говорю, что он думал... Вы как считаете, коммунисты все были только худые или были хорошие? Ну и хорошие, конечно. Ну как же, из доброго источника, а он за Ленина, за главного людоеда мира. Сто миллионов голов отрубили. И они поддержали эту людоедскую партию. Вы не думайте, что в армии Диоклетиана, Нерона не было хороших людей. Хороших много было. Это когда смотришь «Бежавший из ада» фильм. Он говорит, что он был хороший, а который там в аду, говорит, тут много хороших. Тут очень много в аду хороших. Библия говорит так. Вот если человек делал добро, Езекииль говорит, а потом согрешил и умер, не припомнится ни одно доброе дело. Не надо себя обольщать. Ни одно не припомнится. А вот когда делал злые дела, потом покаялся, ни одно злое дело не припомнится. Мы согласны с этим. А с тем как-то трудно. Он же всю жизнь добро делал. Добро делал, а потом отрекся. Но он же добро делал. Добро делал. И когда он перевод делал, он был монах. Он был неженатый. Он был еще католический монах. Это добро перевода пришло от католического монаха. Католики, которые его университеты, в Витебенске там дали грамоту им. Это все фактически. А католическое знание только он раскрыл его. Он получил там все от католиков. Католический монах. У него ничего своего-то не было. Литеранского. Это потом он уже начал образовывать. Когда перевел, тогда уже все остальное поплыло у него. Женился и прочее. Но если он давал Богу обещание быть монахом и женился, это нормально? Нет. Еще монашку совратил. Нормально? А он добрый. Тогда всякий разврат ему, он развратник. А это исторически доказано? А что доказано? Биографии его и фильмы поставлены. Ее никто не отрицает. Я с лютеранами очень близко знаком. Они недавно, интересно, обнаружили туалет, где ходил он. Вот свитерина какая. Туалет. Андрей Кураев это все еще высмеял в интернете. Не ожидал, говорит, я от них. Туалет. Под алютер ходил. Да больше ничего и не осталось от него. Да. Да. Она хочет понять, что Господь его использовал как орудие, которое обличило католичество. То есть, чтобы он дал. И все. И потом же он получается, он как молоток, который выбросил. Хорошо. Ну давайте возьмем бедхозаветный пример. Валах решил одержать победу. Но Израиль победно движется. Он нанимает Валаама и ведет. Валаам пророк Божий. Валаам это пророк Божий. Он говорит, вижу звезда Израиля. Вот и звезда на Рождество, которая возносит. Откуда? Но не близко. Вижу. Никто из пророков не видел так, как видел Валаам. Божий пророк. Да. И он благословляет Израиль. И как он распространится. И как перед ним падут другие народы. Но стребролюбие погубило его. И он был убит. Так он же пророк Божий был. Пошел не тем путем. И ослица бессловесная обличила его безумие пророка. А он же прав был. Ему кто давал? Почему к нему пришли? Ему дано было это ведение от Бога. Глаза его открыты. И вижу все. Открытым оком он смотрит. Название книги я взял оттуда. Ну, про Валаама не надо вам биографию говорить. Это избранник был Божий. А стал кто корыстолюбец. Как символ сребролюбия. Измены пути Божьему. И когда Израиль захватывал это место, он был убит. Ну, он же добро сделал. Да, добро. И он стал говорить. Я признал тебя проклинать, а ты его благословляешь Израиля. Он его благословил Израилем. Израиль получил благословение. Он предатель. Его ослица уже обличила. А благословение идет. Нам не надо в Божие вмешиваться. Нужно читать и подчиняться. Он был отвергнут Богом. И теперь в Новом Завете везде Валаам встречается только в отрицательном смысле. А он избранник Божий. А как же Иуда ходил? Иуда исцелял, бесов изгонял. И, наконец, бесам стал служить. А так он же добро делал Иуда-то. Господь бы не избрал предателя. Но предателя Бог не избирал. Он избирал хорошего человека. Но один из вас стал Сатана. Сатаной назвать это очень-очень глубоко. Вот и все. Лютер сделал доброе дело. Я бы пытаюсь. Сделал очень хорошее дело. Католичное знание, которое дала ему католическая церковь, которая учила, которая рукоположила, не рукоположила, а посвятила его монахи. Он даже не священник был, не епископ. А они сейчас лгут. Он был епископом, был. Сумасшествие. Он не был даже священник. Он простой монах был. Он не мог диакона рукоположить. Он ничего не мог сделать. Он мог только подвязаться и молиться. И то, что он получил знание в католическом, он применил его по назначению. И вскрыл, то есть перевел на родной язык немцам. Он больше ничего не сделал. Ничего. И все. Он восстал в 96 текстах. Но когда отверг католическая церковь, это была самая роковая ошибка. Это положило начало простентостизма. На его совести миллионы погубленных душ. Он грешнее Ленина, грешнее Гитлера. Потому что те прямо говорили, за ними никто не идет. А за лютером по сегодняшний день идут. Весь гомосексуалист, что ставят священников, гомосексуалистов, венчают гомосексуалистов. Это все протестантизм. Ну почему? И в православии, и в католичестве это есть. Нету, нету этого. Как? Андрей Кураев разобретение? Я говорю, не венчают. Это тайно что-то делает. Это прямо избирает, зная, что он гомосексуалист, ставит его пресвитером, и он венчает двух гомосексуалистов. Это только у них. Больше нигде нету. У них открыто, а там закрыто. Открыто. А это тайно, это мало ли что. Тайно. Иуда ходил, договаривался, предатели. Предатели везде были. Но чтобы открыто, предатели, сотрудники КГБ, чтобы восхвалялись, но это надо понимать. Это разные вещи. Но не все же протестанты венчают гомосексуалистов. Не все. Но от них... Ну понятно, что одни люди больные, а другие здоровые. Нет, нет. Это передовые от кого получили. Нельзя же, которые здесь получили. Которые здесь получили. Вы просто не знаете. Не знаете. Священниками не ставят, а только они. Ни в католической, ни в православии нет ни одной женщины-священницы. Нету. Это только от них. Но это церковь. Церковь, рукоположение имеют только католики, православные, григорины, армяны, копты и сирийцы. Все. За этим пределом нету ни одного человека, который в церкви. Ни одного. И не может быть. Игнатий Тихонович, вот у меня такой вопрос. Вы говорите, что церковь едина, да? Кого? Церковь едина. Она одна. Да. Вы сейчас перечислили пять. Пять. Почему пять, а не одна? А если я скажу семь? Ну я не знаю. Я считаю, что церковь одна. Давайте по порядку. Я открываю. Я даже можно не открывать. Церкви ладийкистской напиши. Церкви филадийкистской напиши. Откровения считаем. Семи церквам. Светильники со семь церквей. Ну и что на это? Так они все веровали в одно и то же. В одно? У них одна была, одно слово. Один Бог, один Спаситель. Один Бог. И здесь все единое. Это объединяет все церкви. Так там-то, когда мы считаем в откровении, когда вникаешь в филадеев, в ладийки, даже сравнивать нельзя. А это всего лишь состояние души. А Господь называет церковью. Введение показано светильники. А потом поясняет это семь церквей. Здесь говорится о реалии церкви, о названии. А как определить, где есть рукоположение? Больше его нигде нет. Наличие церкви, которая впадает даже в еретичество, она остается только за священством. Только. Где нет священника, нет церкви. Нет. Это просто отщепенцы, раскольники, сектанты, как угодно называть. Давай. Она имеет в виду, почему католики и православные разные названия в разных странах, а почему церковь одна? Еще повторяю. Господь говорит, что я видел, говорит, сатану спадшего с неба, и который говорил, чтобы сеял вас как пшеницу. Это естественно. Городность человеческая. Возьмите 1054 год, когда был патриарх в Фотии. Как пришли эти легаты, как они положили на престол, какие требования были где-то. Это человеческая. Человеческая вторгалась всегда. С первого дня. Божья и человеческая, тут понятно, он будет поражать в голову, а ты жалить будешь в питу. Ну а можем сделать, чтобы он не жалил? Не можем. Это уже на заклятое. А можно сделать, чтобы сатана не искушал? Не можем. А можно допустить, что сатана покается? Не можем. Ну надо просто принять это факты, которые уже как данность нам дана, и мы должны принимать ее. А сейчас человек свободен, может пол менять, может мужчина сделаться женщиной. Ну, это меня не касается. То есть, понимаете, может любая секта сделаться церковью, не может она быть, не может она быть женой, женой его. А какие основания для церкви? Какие составляющие церкви? Основания такие, что она основана церковью. Он основан, он говорит, я создам церковь, другого нету. И он создал ее, где апостолы, под которые рукополагают епископы, в которые идут. Наличие церкви определяется, он говорит, для чего я оставил тебя довершить недоконченное, к нему. Недоконченное. Ну, они же уверовали. Недоконченное. Церкви еще нету. Теперь к ним рукополагай, которые назвали церковью, рукоположи. Теперь они будут иметь прощение. Священникам дал вас отпускать грехи. Кому простите, простите. На ком оставите, оставится. Сектанты этого не имеют. мусульмане не имеют. А где это написано? На ком простите? Вы никогда читали, да? 20 глава Иоанна Глятвина. Давайте посмотрим. Продолжение следует... И считай. Иоанн, 20 глава, 20-30 стих. Давай-ка я... Не вижу. Где 20-30 стих? Подожди. Нету, нету. А, вот, вижу. Так. Ага. В первый же день, недели вечером, давайте прочитаем позже. Все. Потом? Да, читай вот это вслух. А, в тот же первый день, недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им, вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. То есть нельзя отрицать это. То есть миссионерство утверждено самим Богом. И дальше? Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. От них зависело, оставить грехи или простить. Ну мы что, спорить с этим будем? А кто там был? А? Там были именно 12 апостолов? Апостолов. Только апостолов. Апостолов это все записали. И дальше что? Фомажи, один из 12. Так, и дальше. А теперь, и Дунул и говорит, примите Духа Святого. Они приняли Духа Святого? Да. Приняли. А дальше говорит, приняли. Он пришел, воскресший, приняли. А теперь смотрите, теперь, чтобы понять, как они его приняли, считаем такое, деяние апостолов. Считай. Восьмой, седьмой, восьмой стих. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свою власть. То есть не надо переходить границу. Никому не надо знать, где я, от церкви. Он положил это, Бог положил. Дальше. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А подожди. Он уже прощается и теперь говорит, сойдет Дух Святой. Так сходил он или не сходил, когда он дунул? Сходил. Сходил. А здесь говорит о чем? А вы сидите и ждите. Ждите. 40 дней он ими являлся после того, как дунул. Получили 40 дней они имеют Духа Святого. Теперь говорит, ждите, они ждут 10 дней, еще 50-й день, и тогда только сойдет Дух Святой. А до этого они его получили. Как бы так? Все. Как так? Что? Я вообще не поняла. Почему он сказал ждите, а он дунул и он сошел? Получили они Духа Святого в день, когда первый день воскрес. 50 дней они в Духе Святом, а говорит, ждите, 10 дней они ждали. И тогда Дух Святой сошел в день 50-й. Зачем сходить, когда он уже сошел? Он сначала сошел Дух, а потом он говорит, еще ждите. Ждите. И к чему вы клоните? Все. К чему вы клоните? Ну, к тому понять. Я к тому клонюсь, чтобы понять это, ответить на ваш вопрос. Вы говорите, где это написано, что прощается, что священник? Я, да, где написано, что именно священники могут простить грех? Время-то идет, а обращались-то люди, каялись, молодые, старые, больные. И за это время, 50 дней, кто-то мог умереть. И принять покаяние никто не мог, кроме священников. И поэтому он говорит, кому простить и проститься, священник разрешает от грехов. Но на большее они ничего не получили. Это определенная прерогатива прощать грехи. А в день 50-ницы они получили силу Духа Святого, Дух Святой во всей полноте пошли проповедовать. А до этого они не могли. Он не дал. Он дал только определенное. Вот я, допустим, начальник в лагере. В прошлом году так случилось, что ни меня нет, ни старшего воспитателя. постепенно у нас работников я его возвел воспитателей, потом встал и сказал, ты за начальника. Но полномочия все я ему не дал. Он может принимать детей, ухаживать, но наказать не может. А единственное, что я не дал никому, это наказывать. А лагерь, 2004 год, никто не имеет права ребенку причинить боль. А у меня родители расписываются, что у меня физическое наказание. Я наказываю ребенка. Но никто не видит, как. Вот она куда, в той комнате, где вы сейчас поселились, в этой комнате у меня экзекуция идет. Вот он, ребенок. Вот сегодня разбирали, допустим, а до этого был так, один ребенок тут стоит, он тут же здесь стоял, матерился. Он знает, пять горящих. Что значит пять горящих? Крапива. Вот заходим туда, а лагерь здесь стоит весь, молится, я положил ему крапиву проведение. Он не боится. Что с ним делается, он из себя выходит. Боишься, боишься. Ну как, я тебе чего наказывать? Мне нужно, чтобы ты добровольно принял. Вышли, я говорю, смотрите, он боится, он стоит, хлюпает носом. А эта крапива жгучая, я ее беру зубами, так, я рву, я жую и плюю. У меня язык все опаленое. Видишь, я не боюсь. Я не боюсь. Заходи снова. И он больше не матерится. Но наказать так могу только я. И родители расписывают на всех детей. У меня подписка каждый год. Родители считают, я имею право физическому наказанию, лишить его там еды, там вот наказать, купание и прочее. Они расписываются. А наказали, если над столом склоняются ложкой полбу, все написано, за 30 лет я никого не ударил. Но они ходят под этим страхом. У меня это власть. Это записано в краевом отделе юстиции. Приезжал не только кто-то, КГБ, суда, ФСБ, что, ну уберите, ничего у вас этого нет, мы все расследовали. Ну уберите из уставы. Не могу убрать. И с этим они уехали. Это необходимо. Смертью умрешь. А многие умерли. Если у кого-то рука положит, это помажете священники, смертью умрет. А многих никто не сделал. Так а зачем тогда было? Страх удерживал. И уже никто не посмел стать священником. Стиктанты потеряли страх Божий. В Новом Завете все намного строже. Там каралось что? Разверзлась, живем, ушли в ад. В Новом Завете это еще страшнее, потерять благодать. Ну смотрите, вот священство добивались Дофана Вероной Кореи, 16 глава, числа. И они ничего не сделали плохого, только хотели быть священниками, отделить общество, баптистами стать. Живьем все ушли в ад. И это только один раз за мировую историю. То есть страшнее этого греха отойти от церкви нет на земле. Просто нету. И этого никто не мог сделать. И дальше, а в Новом Завете свободно это делает. Да кого их не убивают? Ну не убивают. Он сказал, помните жену Лотову. Христос зачем говорит? В Новом Завете жены Лотовой не было. В Ветхом Завете она обернулась стальной столб. И это пример поставленный будущим исчезтипцем. Не обошел, ненадежен, взявшийся за плука, обращающийся назад. Вспоминайте жену Лотову. Христос говорит, Господи, а в Новом Завете уже многие люди обратились назад. Так сколько столбов соленых? Ни одного нету. Только напоминание есть. Это страшнее. Потому что уже не соленой столб, а в ад пойдет. Нельзя быть с детским умом. По разуму, говорит, что, какие будете совершенно. Она грех, как дети. Чтобы нас не было там. Владимир Тихонович, она вот, Лена говорит, что, когда вы трактуете Библию, вы по православным, по святым, по всем трактуете Библию. Он говорит, нельзя же ничего прибавлять к Библии. Где написан стих, что, когда Библию читали, Слово Бога, еще толкование прибавляли к этому? Значит, никогда не слышали. Ниемия 8.8. Вот, показатель, Ленин. Не, пожалуйста. Это мы сразу сделаем. Я вот искал что-то. Не имей 8.8. Я помню, что он был, а вот как он. Ох ты. Здесь так вот это сделано неудобно. У меня другой компьютер. Я могу даже немножко пораньше взять. Читай. Прочитай. Первое прочитаем место. И читали из книги из закона Божия. Книга Ниемия. И читали из книги и закона Божия. Какое место? Стих читай. Ниемия 8.8. Так. Читали из книги и из закона Божия. Внятно и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Как? Если народ понимал, значит, прилагали толкование? Толкование. А где это в Новом Завете? Ну, прилагали толкование. Если не веришь в это, ну, тогда ты не понимаешь ничего. Я верю. Без толкования как понимать-то это все? В Новом Завете. В Новом Завете точно так же говорится. Ой-ой-ой. Совсем не могу, не вижу здесь еще. Считаем. Вот это вот место. Просчитай. Первое корифианом 12-28. Внимательно. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Так, по порядку. Мы можем оспаривать. А зачем Он их поставил? Ни о вере, ни о чем не говорится. Мы должны просто принять. А достойные, недостойные нам не дано рассуждать. Он рассуждает. Он их поставил. И вопрос снятый. Он поставил. А потом были апостолы. Больше называется другими. Потом? Во-вторых, пророками. Во-вторых, пророками. Так апостолы же и пророки были. Они пророчествовали. Тебе не надо рассуждать. Ты надо принять это. Были пророки, которые не были апостолами. Как Агап его, дочери у Филиппа, там четыре были. И запятая. В-третьих, учителями. Но подождите. Но апостолы разве не учителя? Да что это за разговор? В-третьих, я беседую группа сектантов, баптисты, старшая тридцитера в Москве, Маловызовская 3. Скажите, вы верите, что апостолы избраны Богом? Да, вы можете назвать их? Ну что нет, он начинает прям наизусть знает где-то. Апостол, Варфоломеев, Филипп, хорошо. А кто пророки? Тут спотыкаться начинает. А учителя? И они опять апостолы. Нет, мы апостолы, во-первых. В-третьих, это не апостолы. Там было написано, во-вторых, пророками, в-третьих, апостолами. Апостолы в-первых. Ну согласны с этим? Ну я понимаю, что у каждого своя функция. В-третьих, кто учителя, я спрашиваю их? Кто? Все. Языки проглотили. Поставил. Павел писал, они уже были. Поставил. А не поставит, когда лютер придет. Они были. А вы их знаете, конечно, знаем. Блаженный Августин, может слышали? Блаженный Августин, Иоанн Златолуст, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Василий Великий. Они все жили тогда уже. Поставит. Мы поставил тогда. Уже. Тогда. Апостол Павел писал. Они уже были. И первый век показывает, кто Варнава, друг Павла. Это все были учителя, ходили с ним. Это те, которые не называются апостолами. Это не апостолы. Тит, мы видим, Тимофей. Это те, которые разъясняли народу. И Павел об этом неоднократно Тимофею напоминает, как мы жили свято. И ты им напомни, этим людям. И здесь, говорит, третьих учителями. Мы называем Игнатия Богоносец. А кто это? Ребенок, которого Христос брал на руки и говорил, если не будете как дети, не войдете в Сарство Небесное. Да кто он такой, Игнатий? Его биография записана. Это был епископ города Антиохии. И у него осталось шесть посланий трагилийцам, ладийкицам. Ничего сектанты не знают. Сектанты сироты. У них нет дома. Они как брошенные собаки, говорят, шатохи. Не в оскорблении, говорят, шатохи. То есть они из одной секты шатаются, сегодня харизматы, завтра куда-то лезут еще. Почему? Неудовлетворенность. И когда принимает православие, вот принял православие, его крестили, едет со священником, и священник говорит, в Иркутске, там, Зырянов, бывший пресс-фитер сектантов. И говорит, у тебя какое впечатление? Он говорит, я не могу выразить всей радости. Но такое впечатление, будто я где-то далеко-далеко был и сам заплакал. И наконец я вернулся домой. Это же принимает где-то вот Питер Гилтвис. 2000 баптистов сразу пришли. И там диакону сколько рук положили. Это Питер Гилтвис. Книга называется «Возвращение домой». У всех такое внутреннее... От кого оно это... Что как будто бы я где-то был заблудший. Я же у них преподавал, проповедовал, я у них хором руководил. И вот понимаете, все куда-то отодвинулось, где я был. Я как будто встряхнулся и пришел домой, как блудный сын идет и отец ему навстречу идет. У всех одинаковое чувство. Откуда это чувство? Игнатий Богоносец. Они его не знают. Его бросили львам. Его львы съели. Он мученик. Сектантов его нету. Он святой. Он был на коленях Христа. Это единственный человек, которого обнимал. Христос вставил пример. Не понимаю. Дальше. Поликавр Смирский, Ирине Леонской. Это первый, второй, третий век. Я насчитывал жития. Это 1173 жития. 1173. Но это люди, которые отдали свою жизнь Богу. Правильно? Ну что? Которые, ну, всецело ему отдались. Все отдали, умыли, но были баптистами. Как Бойко, Николай. Нет. Почему? Азаров Михаил. Ну, я не знаю, кто эти люди, о которых вы сейчас говорите. Вне церкви нет спасения. Вы научитесь повторять это слово. Вне церкви нет спасения. Почему Киприан Карфагенский говорит, что если эти люди умрут даже, произнося имя Христа, спасения нет. Бог установил этот порядок. Ну, допустим, ладно. Ну, я за Бога, все. Но только я не хочу в линейном колене быть. Я отдельно отделюсь, там, уйду к хананьянам и там построю храм точно такой же. Ну, будет ли Богом принято? Живем в ад. Понимаете, мы меряем человеческими мерками и жалостью человеческой. Они добрые люди, они хорошие. Ну, добрые-то люди там около Моисея, Дафана, Верона и Кореи. Они не были злодеями. Они ничем не хуже. Зачем бы к нему присоединилось 250 человек? Зачем бы на них 250 человек огонь сжег? Зачем бы у них кодильницы оплавились? И взяли бы, да выбросили. Нет, кодильницами надо было жертву не копковать, чтобы следующее помнили, что ждет тех, которые отдельно алтарь устанавливают, отдельные молитвы составляют. А сектанты баптисты это и сделали. Совершенно отдельное. Возьмите, у всех сектантов одинаково. Тысячелетнее царство будет когда-то, и тысячу лет воскреснут праведники, а грешники не воскреснут. Вы слышали это? Больше и бредни придумать нельзя. И все до одного сектанта поражены этим. Я говорю, смотрите, на поле растут плевел и пшеница. И хотели выдать, когда они плевел, он сказал, оставьте расти до жатвы. Дальше. Жатва кончина века. Ну, кончина века. Я спрашиваю, баптист, скажите, за кончиной века что-то будет? Да нет, это уж кончина века. Так. Ну, написано, оба растут вместе. А вы не плевел и вырвать, а пшеницу за тысячу лет. За тысячу лет. Вы читаете Писание, Евангелие Отяна, 6 глава. Четыре раза Христос говорит, что я приду и воскрешу в последний день. Не за тысячу лет. А тысяча лет это в году 365 дней, умножить на тысячу, 365 тысяч раз ошиблись. Все, притом, одинаково. Все, аигерлисты, сектанты, тысяча названий, все одинаково заблужшие. Тысячелетнее царство. Да как написано первое воскресенье? Это вопрос другой. Главное, что воскреснут вместе. Вот это Писание говорит. Когда Христос говорил о Лазаре, ты веришь, что воскреснет? Марфа отвечает, знаю, воскреснет в последний день. А почему она так ответила? Потому что она слышала Христа. Она слышала. Он говорит, кто будет есть плоть Сына Человеческого, Христос говорит, будет иметь жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. В последний день. Постоянно говорит. И услышат голос Сына Божия, и воскреснут. Одни для жизни вещи, другие на вечное поругание, пострадание. В последний день. Как можно это не видеть, когда Библия переполнена, что праведники воскреснут в последний день? У баптистов за 365 тысяч дней до этого. Это даже не заблуждение, это сатанизм какой-то. Как это не видеть? То Библию в руках трепет, до 11 книг отбросили, 66. Но цифра 66 и 77, все-таки разные цифры. Почему они подогнали под 66? И Библию-то взяли синодальный перевод. Я с баптистами разговаривал, скажите, вот вы Библию имеете? Да. Вы ее любите? Да. А сколько Евангелий? Матвея, Марка, Луки, Иоанна. А как вы узнали, что было Евангелие Фабы, Евангелие Иуда, Евангелие Евреев, Евангелие Василиска, 20 Евангелий было разных. Кто сказал, что 4? А кто? Церковь Христова православная. 354 год, Ладийский собор, я им говорю, сколько было людей, собрано епископов. Это все написано. Вы все отвергли, у вас истории нету, сектантов, я говорю. Вы никто. Просто общество собралось, хорошее, там, святые, как угодно называйтесь. Но вы не церковь. Теперь на русский язык кто перевел? Кто? Православные. Из них двое канонизированы. Митрополит Пиларет Дороздов и архимандрит Макарий Глухарев на Алтае трудился. Они перевели. В 1876 году вот этот сенадальный перевод вышел. А какие переводчики были? Хвольсон, Давид Аврамович. Это вообще неподражаемо. Папский, Герасим Петрович. Он писал учебники для еврейских школ. Это какое знание языка? Я беседую с Александром Менем. Еврей. Энциклипедические знания. Эрудит высочайшего класса. Я лично с ним беседую. Я спрашиваю. Вы работаете, когда пишете вот что? На еврейском языке? Да, я еврейский. Он еврей. Природный еврей. Мень означает налим. Рыба налим. И у меня эти записи все сохранились. Они в интернете выставлены, как мы беседуем, как там ложечка размешивают, как он у меня за микрофон схватился. Ну, интерьер. Говорит, никто мне таких вопросов не задавал. Я говорю, скажите, вот переводите, ну, правильно переводите? Ну, я знаю язык. А вы могли бы перевести так, как Хвольсон, вот, который переводили Библию, там, Павловский, он вот так вот сидел у меня, вот так вот. Да вы что? Да никогда. У него ума хватило понять это. Я перевод делал на разных языков. Бог дал мне знания. Но мои знания мизерные. Я целые книги переводил, немецкий язык, английский, там, другие языки. Я изучал языки. Но мои знания мизерные, микроскопические. Хотя я встречался с американцами, у немцев проповедовал в собрании. У меня хватило ума, у Мишки, чтобы понять, что я очень-очень мало знаю. Понятно? И вот Александр Мень, и он не брался за переводчика. А баптисты взяли готовый перевод. Ну, хотя бы однажды скажите благодарность Богу, что есть православная церковь. Что такие мужи у нее. Да, Игнатий Тихонович, ну, у них тоже, я не знаю, ну, разные люди есть. Не разные, потому что все одинаковые. Да не могут быть. Я ни от одного, глядя, ни от одного за 53 года не услышал слова благодарности. Ну, значит, люди такие попадались вам. Не себе. Значит, люди не есть. Осознание, что это сделал Дух Святой. Вы согласны? Я согласна. Но это все люди до единого, все православные. Там еще был Лавьягин, там их много было. Три духовные академии переводили. Три духовные академии. Православные только. Четыре духовные академии. Четыре. У меня такой вопрос. Ну, нет, теперь договоримся. Что, вам понятно, что умышленно все это замалчивается, что это от православных идет. Сектанты замалчивают. Кто установил канон? Сколько посланий Павла принять? Было-то не столько. Вначале были там послания, вот писал апостол Павел тогда. Ой, как он этот... Сейчас тут у меня погасло. Входили в Арнава, кажется, еще там один был. Вот привет ему Павел передавал. Минуточку, подожди-ка, гляну. Послания Кремленов. Климент. Послания Климента входили в Новый Завет. А потом церковь их выделила в отдельную книгу. И сейчас бы сектанты их читали за милую душу. Пастырь Ермы. Вы даже не знаете этих книг. Это все, которые Павел в послании Климента им привет и передает. А они живые люди, раз он передает привет. И они послания писали, и церковь их приняла. И они входили в состав Нового Завета. Но церковь потом их отделила. И сектанты, баптисты, они взяли готовое. Ну хотя бы один раз скажите. Мы должны быть благодарны евреям, что они сохранили Ветхий Завет. Я все время благодарю Бога. Почему вы неблагодарны? Я им говорю. Я благодарна. Я благодарна, понимаете? Нет, ну вы благодарны. Но я говорю пресетерам. Я не с вами разговариваю, пресетерам. Ну значит у них грех на душе, то, что они не хотят это признать. К нам приезжали потеряевку сюда сектанты. Не знаю, гордость у них или еще что. Я спрашиваю, кто это сделал? А зачем нам это знать? А не просто так. Это умышленно. Я говорю, а хотите знать? А зачем нам нужно? Я верю во Христа. Но от кого ты получил хлеб-то? Кто тебе прислал? Это мне понятно, Игнатий Тихонович. То есть неблагодарны. Апостол Павел в послании Кривна говорит, люди будут неблагодарны. И перечисляют все. Сектант один из самых неблагодарных. Получивший такое сокровище. Новый Завет. Ветхий Завет. Канон. Перевод. И я ни разу не слышал слова проповеди. О Господи. Вот были люди такие, которые трудились. Мы вошли в чужой труд. Апостол Христос говорил об этом. На чем они трудились? Вошли в их труд. Но однажды. Вот мы говорим. Благодарность пророкам выражает церковь. Отмечает их память. Церковь отмечает все. Сектанты ничего этого не знают. Полностью все отвергли. Как будто они только первые на свет родились. Возьмите. Мормоны. Морони. Какие-то же золотые листы. Закароскопал. Да таких-то ведь вещь. Это 20 тысячах названий разных. Игнатий Тихонович, у меня такой вопрос. Вы сказали про учителей. Про что? Про учителей. Да. Перечислили. Так это еще одно место к христианам написано. Нет. Я не против этого. На основании чего можно говорить, что человек этот... Правильно говорил. Да. Так. Сначала нужны ли они учителя? Ну, раз Бог говорит, значит нужны. Теперь. Если они нужны были, и он их поставил, неужели до литера ни одного учителя не было? Ян Златоуст не учитель? Более плодовитого, более мудрого учителя не было в истории церкви. Ян Златоуст. Золотые уста. Прозвище его. Василий Великий. Григорий. Ну, поговорим. 1173. Это о чем-то говорит. Откуда мы знаем? Так, если мы ничего не знаем, церковь не знает, тогда Духа Святого не было. Это их труды принимали на соборах вселенских. Со всего вселенского мира собирались епископы. На отдельных соборах епископы это область. До 600 епископов было. И труды эти церковь принимала. Церковь. И вот я насчитывал Иоанна Златоуста. 12 томов. 12 томов. И есть такое в 8 томе, кажется, есть. Внизу написано. Кто бы это ни говорил, но это неверно. А почему? А вторая часть книги написана. Творение приписываемое Златоусту. Церковь. Труды эти где-то там нашли, сохранили. Но никто не знает, к кому их отнести. И там специалисты. Вот это речь. Такой оборот речи. Ну, ближе всего к Златоусту. Но вот это сказано неправильно. Но где его труды, нигде это не сказано. Он толкует все священное писание. Об этом и на видениях Бог показывал. Один там человек потерпел что-то и пришел. А он был патриархом Иоанн Златоуст. Ну и писал, готовился к проповеди. Писал. А с секретарем был Прокол. Прокол. Имя такое. И вот он познакомился с ним. Тот человек, который пришел. Жалобу какую-то, что он помог разрешить. И он говорит, ты первый зайдешь тут посетители. Вот он посмотрел там замочную скважину. А там кто-то сидит. С ним рядом. Он говорит, а как он прошел? Я же тут был. Не знаю. Но завтра, говорит, я от дверей отходить не буду. На завтра тот опять человек пришел. И он говорит, он сейчас только зашел. Сейчас я посмотрю. Посмотрел опять тот человек там. Ну и он сказал ему. Зашел и говорит, тот человек один три дня уже приходит. А почему же он не пришел? Да я смотрел, говорит, в замочную скважину. А у вас, говорит, кто-то был. А кто же был? Да кто-то был, я не знаю. А потом смотрит икона. Так вот этот. А у него икона апостола Павла стоит. А он как раз писал толкование на апостола Павла. Там к римлянам или что-то. И он зато вспомнил. Отложил все труды свои и занялся только посланиями Павла. Пока Павел здесь, то сего душа сошла, ему показывает. Таких видений-то. А кому-то другому было такое, серафиму Саровскому? Никому больше не было. Никому. А вот все святые, они, все моменты в Библии, они одинаково толкуют. Что одинаково? Все святые не противоречат друг другу в толковании Библии? Каждого момента. Относительно Библии, вот, всех я не знаю. Но сколько в моей силе было, я узнал. Но чтобы противоречия отрисали друг друга, этого нет. Но, что касается догматики, есть такое, что, вот, допустим, у католиков филиоква. То есть, мы говорим, Духа Святого от Отца Исходящего. А католики говорят, от Отца и Сына. Так вот, часть святых отцов понимала от Отца, а другие от Отца и Сына. Но они не говорили, что он там не исходит. Об этом борьбы никакой не было. И толкование, допустим, из, ну, евангелисты между собой, это тоже разница. Один говорит, вышли бесноватые двое, а другой пишет один. Так двое или один? Один пишет Мария Магдалина, когда было темно, другой в сумерках, а третий, говорит, на рассвете. Да когда пришли-то они? На рассвете или в темноте? Церковь поняла и объяснила, она три раза прибегала в разное время. И здесь, говорит, один из евангелистов указывает более буйного. А хотя их было два. Противоречий никакого нет. Только один акцентирует внимание на одном. И все. А как это может быть? Очень просто. Допустим, вы меня немножко знаете. Мы с вами идем. И идем не двое только, а еще и Володя с нами идет. И вот встретился нам дорогой человек. И после Володя спрашивает, а почему вы запоздали? Да Игнатьев тут встретился знакомый один, говорит, и он с ним важное дело тут решал. А когда вас спросили, а шел не один, а трое. Я разговаривал с одним, вы говорите, да там трое, он с тремя встретился. А почему Володя сказал только с одним? Да потому что он выделил того, кого знал, а других он не знал. И он говорит, он беседовал и назвал его по имени. А вы никого не знаете, вам разницы нет, вы просто сказали, мы встретились с тремя. То есть, отдается понятие, почему у евангелистов бывает разночтение. Не противоречие. Это не противоречие. А кто ищет противоречия, вы не знаете, сколько их? 150 тысяч противоречий нашли в Новом Завете. Для меня ни одного нет. А вот там в одном месте так написано, я считал эти все противоречия, сравнивал с Библией и понимаю, о чем там речь идет. Противоречий нет. Потому что все писание Бога Духновенное писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Ну а вот я не знаю, допустим, такой вопрос. Среди баптистов верующий человек, молящийся Богу, просящий ему открыть тоже. Может быть, учителем? Ему может что-то открыться. Может быть, учителем, если он понимает правильно. Но он не может сказать ничего того, что было бы противоречия с толкованием святых отцов. Шестой Вселенский Собор, шестой, девятнадцатое правило гласит так, чтобы никто не посягал на толкование вопреки принятому церковью. Вот и все. А почему мы не сравниваем это с Библией, а с толкованием святых отцов? Такое про толкование спрашиваете? Нет, ну вот допустим, я об обчителях спросили, я ответил. Толкование должно быть не противоречить толкованию церкви. А толкование церкви все на писании. Все. Я писаниями святых отцов занимался очень много. 50 книг мной начитаны. Начитаны, не прочитаны, а начитаны на пленке в интернете стоит. И я не нашел ни одного противоречия. Знаю Писание, знакомый с Писанием, так скажу. Я не нашел нигде. Я только удивляюсь, как Ян Златоуст, когда не имел симфонии, не имел этого поисковика, и как он в каждой проповеди примерно 70 ссылок на Библию дает. У меня проповеди. Я посчитал, у меня в среднем 35 ссылок в проповеди говорю. 35 раз я ссылаюсь на Библию. А он 70 раз. Это вообще невероятно. Когда еще ни главы, ни стиха не было разделения. Вот как. И вот вы сказали учителя, а зачем теперь нам мудрствовать дальше? Я спрашиваю баптисты, которые, это не такие имена, там, Хоуэй там какие-то, перечисляют, Бакмелдер. А где же, где эти, которые учителя были, они их отвергли всех? Они их не признают. Вы не увидите нигде, чтобы вышли журналы, там, какие-то сектантские, они ссылались на Златоуста, Игнатия Богоносца. Нет. Они там все приводят в баптистские. То есть это полностью рафинированный от святости ум. Очищенный для сектантов. И они сектантских учителей признают, как засвятость, и книги эти продают. А когда посмотришь, от адвентистов у нас были, книга толстая, пишут правильно. Правильно, допустим, страниц 280. 270 страниц правильно. Но на последних 10 страницах вся ересь вложена. Вся. Они не понимают, что такое суббота. Вообще не понимают. А называется субботники, суббота седьмого дня. Игнатий Тихович, а почему мы сравниваем не с Библией, а с толкованием святых? Потому что вы о толковании спросили. Толкование святых отцов мы сравниваем с Библией. И оно по Библии. Но теперь-то дают толкование баптисты, я еще буду сравнивать с Библией это. Когда мне нужно сравнить, сходится ли с тем, что говорили святые отцы. Иначе я буду сравнивать, не имея своего толкования. Тогда я куда угодно потянусь. В-третьих, учителя. С учителями, которых Бог поставил, с ними мы и должны новых учителей сравнивать. А эти учителя проверенные церковью тысячелетиями. А когда мы с учителями нашими сравниваем, то мы видим, что они совсем не туда тянут. Их учителей мы сравним со своими учителями. А Писание сравнивается с Писанием. Его не с чем сравнивать. Эти учителя церковные, проверенные на соборах, этих никто не проверял. Я вот знаю толкование святых, я их сравниваю с Библией баптистов. Я прямо показываю, вот это не по Библии. Я сравниваю, как вы говорите. Сравниваю с Библией, почему я знаю толкование церкви. И мне легко разговаривать. Я им не произношу ни златоуста, ничего, а просто показываю. А мне это открыл златоуст. А почему Бог не написал Библию так, чтобы не было разночтений? Почему нужно еще очень много книг, чтобы понять Библию? Вы никогда такой вопрос не задавали? Кому? Ну, кому-нибудь. Ну, почему Бог сделал так? Давайте, почему Бог сделал так? Вначале появился свет, а уже спустя три дня солнце. Откуда же солнце было? Ну, потому что постепенно должно, как вы говорите, свет, тьма, солнце и так далее. Бог постепенно все создавал. Свет, да будет свет, а солнце сотворит Бог через несколько миллионов лет. Откуда свет тогда был, если солнца не было? От Бога? Нет, там свет. Но откуда он истощался, свет? Свет это физический источник. Нет, не знаете. Я когда разговариваю с людьми о Василии Велике, Шестодневе, Шестоднев называется книга, он это все изъяснил. А почему Бог так сделал? Бог все покрыл тайной. Мы находимся в океане тайной. А почему Бог так не сделал, чтобы родился ребенок и сразу заговорил? А его надо учить, да при том медленно-медленно. Вот же ребенок родится, ну, проходит, ну, самые больше 3-4 минуты. И он уже на ногах стоит, качается, уже сосок матери ищет. А ты с этим все еще нянщишься. Ему три года. Три года ты же кодь, жеребец. Только человек так долго растет. Почему? Потому что мы не могли его загрузить. А что ты его заставишь? Пилить его не заставишь. Полоть не заставишь. Чтобы мы его не загрузили, чтобы он Богу так угодно. Бог устроил. Слон вырастает за три года. Ребенок 18 лет, надо 16-летний. Вот у меня голубенок зимой вывелся. Я показывал его, который на пище сидит-то. А я уезжал, у него уже свои дети. Ну, ребенок до года не женится. А почему Бог так устроил? У меня тогда другой вопрос. Я повторяю, почему эти вопросы одни и те же из одного и того же каталога. Бог так устроил, чтобы трудились, было на чем трудиться. А почему сатану не уничтожил, не скушал бы? А зачем дерево познания добра не согрешили бы? Это один и тот же вопрос. Бог. Чтобы было где нам показать верность Богу. Усердие, пот. Почему мы не можем так, вот как, допустим, дерево, посадили яблони, помидоры, посадило, и ничего не надо, больше растет. Почему я не могу так питаться? Подошел бы в землю, потрес, пальцы запустил туда, напитался соками и пошел. Нет. Да еще надо землю спахать. Да еще сорняки будут души. Да тяпать, да окущивать надо. Почему? Бог сделал, чтобы я потом обливался. Я понимаю. Понятно? Я понимаю, что... Нет, в этом я согласна, что Библия... Да, духовно переводите. Так, а почему тогда человек, я не знаю, каждый человек не может... Я согласна, что Библия, там не все на поверхности, да? Там она как, ну, слоями, да? Что-то очевидные вещи, что-то глубокие, и до них нужно дорасти. А почему же тогда человек не может, сам, читая Библию, молясь, узнать, что Бог написал? Хорошо. Почему ему нужно идти к третьему лицу? Ну, во-первых, поставил апостол. Ну, зачем дальше-то? И достаточно, да, и апостол, и все. Ну, Бог установил, да с кем мы спорить будем. А потом дал учителей. И учителям все не открыл. Постепенно новым и новым, и при том в церкви открывает, и при том они не противоречат. Василий Великий открыл то, что Златоуз даже не открыл. Мы считаем у Киприана Карфагенского то, чего нет у Блаженного Агустина. Бог так установил, что сверх двух динариев Ветхого Нового Завета в гостиницу, что истратишь, заплачу. Вот это вот мы теперь и тратим. Теперь трудимся. Я провел нас святыми отцами, ну, образно вам так сказать, допустим, 15 лет. Это три университета кончил, вы не учились дня. У меня этот вопрос не возникает. И мне Бог дал знания, и когда я сравнил с теми знаниями, которые святым отцам, я понял, у меня знаний никаких нет. Я не начинал. Я отряхнулся, сел к ногам Златоуза и говорю, говори, Иоанн, слушай, раб Господень. Бог так сделал. И апостол Павел не мог сказать то, что знал Златоуз. Бог ему все не открыл. Он говорит, мы, оставшиеся до пришествия Господня, они думали, что при них Христос придет. Не пришел. Апостол Павел все не знал. И что написал Лука, не знал Иоанн. Что Иоанн написал, не знал Марк. А почему? Вопрос-то не ко мне. Бог так установил. А зачем? Вот все время бы светило солнце, да и достаточно. Зачем ночь? Но так, говорит, было зима и лето, ночь и день. Не будет до пришествия Христова. Бог установил. И я смиренно говорю, слушает раб твой и повинуется. Слушает. Я понял. Я осознал. Мне дано знание, что я не знаю это. И я это осознал в смирении своем. В первые же дни. Я стал сравнивать... Продолжение следует...